Девушки отдыхают Ставки 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 Оживи спорт с лучшим букмейкером Бэдбум, открой игру! Девушки отдыхают Всем утречка! С вами Фессура, с вами Инмейт, Нонграта Собственно, как все подписано И мы на закрытых квалификациях The International Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуй, Митяй! Всем привет! Ничего бы! Как мы сегодня? Ну да, да Сегодня СНГ, сегодня лузера Да Вот как сказал Иван вчера на последней серии Я с ним полностью согласен Жду лузеров, как всегда Потому что наконец-то это те игры, в которых Все тебя уже поджимает Вот тебе надо здесь, тебе надо сейчас Либо сейчас, либо ты никогда Ну, либо через год Либо через год Ну, когда-нибудь, да Появляются опции То есть, условно, Иван вчера проиграл Все, сегодня свободен Все Тоже есть бонусы, тоже есть плюсы Не надо рано вставать Но тем не менее Ну да, избавляешься от стресса От давления, вот этого всего Можешь спокойно чилить Заниматься своими делами Да, и мы с вами сегодня на первую серию Врываемся с СНГ И на этот самый, скажите мне, я вам скажу Паре парней против Немига Паре парней против Немига гейминг Да Ну что Много было сказано О чем эти две команды Не, если честно Паре парней вчера Ну, понятное дело Что они играли против Фаворитов турнира Аутсайдеров Такой вот каламбур дурацкий получился Но смотрелись они вчера неубедительно Мягко говоря Да, но ты можешь сейчас прибежаться По следующим сериям У нас сегодня в 12 часов будет Пакчамп Икс 3 А Шеры против Киберкотов И Ван Мув Будут играть против Проджект Армор И очевидно, что 4, там 6 даже команд Из 8 мы вчера видели Вот, как тебе Ну вот Кто фаворит из этих 8 команд Ну, Херы смотрелись хорошо Правда Им немножко не хватило Чтобы дожать Нави Ну, они сами выиграли Сами проиграли Ну да, да, да Это, кстати, была прикольная игра Потому что Дота ставила 100 к нулю На них И они проиграли Мне кажется, это был баг Там был не такой перевес Ну, это после выхода Компитации Тем не менее Все смешно Да, да, да Сто процентов Немного игр было В которых это можно найти Я прочитал все шансы Вы не можете проиграть Подержи В его Хере Типа Вообще Вот из интересных серий Мне кажется Точнее, из темных лошадок Проджект Армор Вот Ну, достаточно Команда Фаника Плюс Казахи Вот Мне кажется, у них Неплохие шансы Побороться с фаворитами Да, ну и как видите Вчерашняя серия Собственно, только одна Закончилась Еще там 2-1 Так раз Скинави Ашер Ну да, наверное Самая интересная Вчера серия была Да, и сегодня Нас ждут так же 4 серии И вот я быстренько Когда были коэффициенты Так глазом пробежался У нас с тобой почти 50 на 50 Почти 50 на 50 Да, там 82 Типа того было На Немигу Вот Поэтому Это будет интересно Посмотреть Из расчета Что Ну я тоже не могу Себе выделить В этой серии Прямо фаворита Мне тоже кажется Что они Как драфты лягут Как драфты лягут Да, совершенно верно Ну на самом деле Знаешь У Немиги У Немиги все-таки Неопытные коры Мягко говоря То есть там молодые ребята Киритыч Ну у них же 27-20 сел за спиной Там опыта уже не знаю Там опыт такой Который не дает тебе Уверенности Играть в квалификации К интернациональному Ну у Бэтбума Выигрывают каждый У Бэтбума есть лан опыт Они уже полгода Как довольно крепкая команда Которые постоянно тренируются Развиваются Становятся лучше А про Немигу Мы ничего не знаем У них состав-то Собрался не так давно Насколько я понимаю Ну они немного поменяли Народу Да и товарищи Смотрите Очевидно В преддверии этого матча У нас с вами будет Зрительское голосование Где можно будет нажимать Ну я допускаю Что возле знак Н И возле знак П Да за команды В чате Поэтому голосуйте И мы потом узнаем К чему Как ни странно Восклицательный знак Н Это за Немигу Восклицательный знак П Это за паре парня Да И мы собственно узнаем За кого болеете вы Потом узнаем За кого болеет наш партнер Бэтбум Узнаем за кого болеем мы Пока непонятно Пока непонятно Нужна подкрепа От этих первых двух голосований И собственно будем Душить уже дальше Насколько я знаю Все уже в лобе Поэтому мы не супер долго Здесь будем засиживаться И рванем Уже смотреть Да Эти драфты И вот опять же Прошел первый день Мета формируется По ходу турнира Насколько я знаю Ты вчера видел Много ликантропов И не очень понимаешь Почему Мне хотелось бы Конечно поговорить С кем-нибудь Из спикеров Драфтеров Тренеров Неважно с кем Просто уточнить вопрос По поводу ликантропа Я вчера видел трех Три ликантропа проиграли Все что они делают Это сносит вышку Стоит фармит лес Стоит вторую В лучшем случае Ну если повезет Да А потом им просто У них падает трон Я вот не совсем понимаю Зачем Зачем ликантроп Если есть бестмастер Но я сижу здесь Комментирую Я могу чего-то не понимать Но вот пока то что я видел Я вот хейтер ликантропа По вчерашнему дню Да вот И следовательно Возвращаясь к предыдущему Недосказанному Какие у тебя герои Тебе каунтятся Как вот первая стадия То есть что бы ты вот пытался Слушай Как драфтер брать себе Ну Чен по прежнему Да Чен и Энигма Показали себя вчера Очень хорошо Особенно наверное Даже Энигма Больше чем Чен Как тебе Лина Вот в больших количествах Лина магическая Прикольно Прикольно Мне нравится Но я бы не сказал Что они вчера Много импактили На самом деле То есть они были Вот серия даже Шернави Там нован закончилась Отличным счетом У него там Что-то типа Был одна смерть По-моему За почти часовую игру Но все равно Я особо не видел От него импакта Вот как-то не странно Не знаю Я опять же могу Чего-то не видеть Но Ну а последняя серия Бэтбумов Где Квапа Против Шитара Маштар Он просто уходит в лес И даже не проигрывает Вышку при этом Но типа Просто отдал Там на самом деле В той серии У Ван Мув Очень На обеих карт На обеих картах Была проблема С Изи Лейном У Смолина Эта игра не пошла Как на Брис Беке Так вот смотри Как раз Вообще я говорил Вот 1.82 От нашего партнера На Немигу И 2.0 на паре пар То есть фаворит Немига По версии Бэтбум Парни вчера не уверенно Смотрелись Мне кажется Что они играли против Очень крепкой команды Против аутсайдерс Которые их На мой взгляд Отдрафтили Оба раза И им очень легко игралось Как Баш сказал Все по плану Мы так и планировали Да то есть Верхняя сетка Как Вейл Кура Для слабаков Все правильно Надо проходить по нижней Потому что Ты сыграешь больше игр Больше опыта наберешь Чтобы успеешь разогнаться Лучше по ходу турнира И в финале По качеству и максимуму Поэтому посмотрим Да и собственно Вот в преддверии Этих коэффициентов Вот можете прочитать Прямо справа Написано Что кликайте на баннер По трансляции И получаете 100% Суперый депозит Кайфуете И 1.82 или 2.0 На самом деле Это лучшее время Для врыва Да Хорошие Хорошие Приятные коэффициенты Но ты был Чего близок Слабим 5.0 на нави дают Да И они потом выиграли Выиграли Да Ну Мы знаем Ладно Не будем Говорить про правила ставок Первое И второе Не будем Но кто знает Тот знает Тот знает Да Ну что Ребята уже сидят В лобе Готовы Ну они там где-то Монеты сейчас будут Бросать там все дела То есть Надо понять Кстати Ты можешь Одним глазом Полить И понять Кто выиграл монетку Кто убрал себе Дайер Кто Радиант Кто ФП Кто Ласпик И так далее К сожалению Глаз немножко замылен Ага Вот Я вот смотрю Просто и не вижу А я не понимаю Как будто они еще не бросили Второй выбор Не мига гейминг Вот так вот То есть ФП у нас будет У пари парней И будут играть они за свет Четко Вот так вот Ну нормальная тема На самом деле Ну сейчас на самом деле Даже непонятно Что лучше ФП или СП То есть на ФП Что какие герои Вчера были Ну Чен И Нигма То же самое Чен Андайинг брали Марси Андайинг Много чего берут Марси тоже круто залетает Вообще бодро смотрится Бигном вчера Бигном показал Да Двойку Я выиграл спор 23 тысячи урона В той игре он принес Я получил крепкий щелбан Обычный Это был обычный щелбан Ощущался как крепкий Не знаю до сих пор Лоб болит Мне потом еще Ренатер За что-то ответил В общем у меня уже Шишка набивается Да за шахматы Вот Такие дела Потому что побитый Нонграта Да Но не сломлен Пока что Пока что Сейчас посмотрим Да вот Я про то что Мы с тобой вчера видели Бэтрайдера Вот этого обновленного Нового Выглядело очень крепко Очень крепко Но там все-таки знаешь Там Лина немножко ошиблась Как раз Ошиблась Но Не важно Ошиблась Лина Он просто в какой-то Древний вот идет Ну мид гейм идет Напалм в лес И ты понимаешь Что все Ты не можешь Стоять Потому что если ты его Словил Это минус Даггера И все сразу бегут Это на самом деле Вот именно по макро Передвижение По всему прочему То есть дает тебе Протекцию от всех Эти крестные ганки Просто ишь Напалм туда Напалм сюда И у тебя все получилось Все готово Особенно когда сейчас мета Ну уже давно мета Прятаться в лесу где-то Скипать пачки Вот этим всем делом Да он все находит Все жестко делает И опять же Вот с изменением Мида То есть Смолкемп не пофармить На бетике не очень было Приятно Фармить смолкемп Потому что у тебя На фарфлай Долгий кулдаун Очень Зато ты Макшишь напалм И очень хорошо стоишь Мид за счет этого И выгоняешь По сути любого мидера После пятого Ну да Так и здесь Тем же Напалмом Ты фармишь этот кемп Если бы он был Если бы он был То есть это на самом деле Изменения вообще Типа суперско для него И Много вчера было еще разговоров По поводу Вот этой вот Изменения экспы И так далее Что там 50 минут игра Линн там 23-й бегает И не 25-й даже Ну да Мы с тобой сколько смотрели В беде Вайпера С этим чуть ли не с Гадлайком 14-й минута Восьмой левел Просто жалко выглядит 5-0-1 у него был Вчера играли ребята с Фениксом Это я пропустил В серии 3-й левел На 10-й минуте 3-й левел на 10-й минуте Ну да Там просто жесть происходит Какая-то полова лампа И всем прочим То есть из-за этого У тебя нет хп-пула Нету сплоф прокачанных Ну да То есть у тебя в итоге Какая-нибудь хп-по 10-й А Феникс типа 3-й И Фениксу очень тяжело Выживать в этих ситуациях Потому что залетает Герой с центра И реально теперь Я уверен что Или дабла вернется в мид Или куча героев Будут ходить в центр Которые возможно По игре будут плохи Но которые доминируют В этой линии Потому что ты можешь Просто выгнать куда-то Чувака с центра И он ничего не сможет сделать Ну знаешь мне кажется Что роль стаков Сейчас должна по идее Увеличиваться То есть хп где-то надо брать Где вы Ее можно взять в лесу На стак фэншн Да вот вчера Собственно ребята Из OneMove на стак Или пришли Бум И все забрали Типа Забрали 4 героев Забрали стаки Причем Марси Ну OneMove вчера плохо смотрелись Откровенно говоря Не смотрелись Как команда Они пришли Лайнапом Медуза плюс кто-то Плюс Белка Против ДБ С Инчоей Который у нас замах Силанчан Там вообще невозможно Оставить У него было 2300 Нетерса Сидит типа Лекс С ПГГ Пятая минута 2300 нетерса Шестая минута 2300 нетерса Седьмая минута 2300 И четвертый левел Он вообще типа не фармил Он ничего не делал Просто забегает шишкой И так далее И идет продушка Ну знаешь Я об этом и говорю Можно же всегда что-то придумать Наверное ты не хочешь Все-таки идти На Медузе На линию к ДБ Наверное Хочешь Ну вот вчера опять же Была у них игра В той же абсолютно Этой серии Где просто зомби Плюс Визаж Пошли в топ И Опять же Знаешь На мой взгляд Это говорит только О результат 80% 8 на 20 Вот это отсутствие веры Ну это потому что Сник поменял Ник поменял Ну да Когда у тебя Когда ты приходишь И у тебя там Агрессив чай Ну да Уверенно Это как эпилептик кит Это все Ты уже на интернешнале А тут бац И stl.com То есть с момента Где ты сидишь И ты как бы Альфа-самюст Доминируешь Да-да-да Вращаешься вот в парня Который просто лежит Ну да Отдыхает Отдыхает Да Поэтому тут можно понять Ну нет 8 на 20 Это прямо жестко Ну да Тут конечно не так То есть получается Что и наш партнер И наш чат Все за ними Слушай Ну вчера Помнишь На нашей первой карте Такая же ситуация Ну она и на второй Была такой же Но мы типа были до конца До конца И были правы Вопрос в том Вот мы с тобой Прямо сейчас Наконец-то послушали Все вот эти вот истории Готовы ли мы с тобой Сказать что мы За паре парня Или мы за ними Я все-таки Ну мне кажется Что паре парня Должны брать Как раз из-за Опыта в команде Вот Но у них все по плану Я наверное все-таки Я не знаю Я обычно так не делаю Но я вот хочу сказать Что я бы ни на кого Потому что надо Посмотреть первую карту Согласен Хотя бы драфты Потому что пока Ничего не понятно Сразу Пашку Валору банят Хорошо он на ней Вчера показывал Один из Ну да Один из героев С которым у них Все нормально Да 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 Ну и сразу Энигма в бан То есть тоже Это ферст бан Энигма Для Вази Что дальше У кого фуп Фуп у парней Чена банят сами Видимо не рейтит Не играет Видимо Иммершн на Чене Ну или что-то Ну или что-то придумали Другое Вообще странно Что-то другой рейт Мне кажется Просто сейчас Нельзя быть командой Которая не играет Ну да 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 Вообще на самом деле То есть Времени уже было достаточно Чтобы натренировать его Согласен Героин в целом Не такой сложный Там ничего Сверхсидит Нет Ты даже можешь быть Не суперпро Вот на уровне Микошки Играть Который вот пришел Пять шишек собрал Которые им пакт 0 дают И он все равно Делал что-то То есть И был полезным Ладно Микошка-то очень хорошо играет Ну не на Чене Ну на Чене в том числе Они же нанимали Даже второго тренера Серьезно? Да У них приехал Этот чел Который суперчен И они там На месте Добивали Прикольно Это кстати грамотно Инвокера банят Типа Расткиду Интересно Интересно Тут там дайнг Сразу фуп Какой ответ будет Что-то с фиверной Возможно Бэту верно Бэтрайдер все Я хочу сказать Что не мега выиграли первое Не Сейчас будет Такаш для Типа Расткида Я почему-то уверен А Брекенни сейчас Забирают Куапу Бэт Акаш Ну на самом деле Бэт я не вижу причины Почему ты не можешь Поставить на три Например Можешь Можешь Да Ну да Левел поменьше Но противник тоже Не очень Я скажу Зомби он так Он не очень приятно Против зомби играть Хотя казалось бы Ничего не должен делать Но Он с тебя реза выбивает Ты не можешь напрягать Ты все равно просто Этот самый Интовик То есть тебе не настолько грустно Ну да Мы вчера свое смотрели Где пришел зомби Против двух силовиков Милишников И там ему было супер покайфов Что верно Земелька Очень интересно Кстати возможно Все таки Возможно все таки Оффлейн Может быть Нет просто Сорвали земелью То есть не Квапа Ну все таки Ну это видимо У них такой ряд героев А они не могут взять его Как Кэрри Да Не знаю Играет ли я с цель Кома на Эмбер Спирите Банит Хусика Это против Эмбера Вмит То есть допускают Что бэтрайдер Может быть все таки три Да И поэтому Хусика Не хотят видеть Лина сразу отправляется В бан Интересно Идут под центральную Коридор А тут Пока что воет И плюс один Тоже Наверное Кэрри Тоже уехать Это вообще почти Времени не потратили То есть пари-парни Готовились точно Ну видимо Немига тоже Ну либо наоборот Не готовились Каждый знаешь На этот драфт Я капитан На все четы Типа Просто там поощрить Знаешь лучше На каждый пик На каждый пик Окей То есть беру своего героя Да-да-да Вот тебе капитана Бери, чьи хочешь Знаешь, в такой ситуации Неприятно Когда вот Тебе впэшут зомби А не ты его себе пикнул А потом А потом он дают Да-да-да Ну вот играй на зомби Пожалуйста Так Я была спикава Алхимика Типа В такой ситуации Вчера это зарешало Я подумал Я потом сел Смотрел еще репку Что вот Ну Не было У Дезератора Своего Аганима По деньгам Не было вообще Он очень бедный был Да А тут у него он появился И супер зарешал Прямо супер зарешал Как же круто тогда сыграл Семен Оба эпизода Ну да Я про то Что это прям Сильно зароляло И естественно Возможно Что в этом есть Какой-то смысл То есть братья Героев Для которых Это core item Ну да На самом деле Не так много И сапов На котором Аганим Так много дает Как на рапторе Да То есть ты можешь Теперь вич доктор Ну какая разница Ну вич доктор Ну да Про то что Не что это не повлияет В этом и суть Да А может Это из раптора Который как бы здоровый Или шеду демона Какого-то То есть там Долго кстати думали Минуты почти потратили Слак это герой Ну они банят героев Легкую против бэтрайдера То есть скорее всего Это вазина На бэтрайдере будет Судя по всему И слушай Мне кажется Возможно тогда Стоит забанить Какого-то некролита Может быть Или Я знаю что У маларина Сигнатурнейший Тимберсо медовый есть Вот А драться чем Ну то есть Не то что не драться А типа Чичем обу вышки Там ломать Рано бить Тимбер ломает Ну потом коры Доберешь какого-то Тимбер дает столько Спейса Что у тебя есть Время Сломать Просто смотри У этой команды Если что Лучший в мире Кэрри Кунка Я Не enjoy Кэрри Кунки Ничего Ничего страшного Потому что они Это можно сказать Придумали Ввели в мету И у них Супер крепкий Разор Который тоже Вроде как Рабочая схема Разор не хочет Слушай Сами Джаггера банят Да вот И Разор против Эмбера Условного Если вдруг Кэрри Не очень хочется Но Кунка Звучит отлично Мне не нравится Если у тебя будет Кэрри Кунка Ты еще можешь взять Какого-то жадного героя В центр Я про это То что у них Есть вот этот Флекс Что не обязательно У тебя прямо Самые жаднющие герои Это Кэрри У них можно сделать Его в офф-линию Или в центр Обязательно это Сталкер Какого-нибудь То есть что-то Такого формата Можно Но мне Знаешь Я не знаю Мне вот нравится Спиритов закрывать Просто Некролитом И все Потому что Ты уже не хочешь Играть в доту Достаточно Когда стоишь Просто в Некролитом У тебя вообще Игры нету На восемнадцатый пик Себе На закрывающей Второй стадии Добрать его Спокойно Топ-линия у них Уже готова По сути Если они так берут героев То они не очень боятся Контрпиков Ну смотри Марси не в бане И бабка не в бане То есть я бы брал Что-то из этого Против Тамбы И так далее В случае Джи Хэпова Бабка вообще на самом деле Достаточно Такой интересный Был герой В рамках мажора Ну Все ее играли Все ее играли А тут я сижу Первый день Типа Нет На самом деле Герой сложный На нем Играли кто К Синкью и Мира Ну достаточно Хорошие игроки Достаточно Хорошие игроки Они зашли Чтобы ты сидел И думал А вдруг они дошли Не потому что Я хуже играю А потому что Они брали героев таких Ну кстати Прикольный Я вчера сидел И реально Дважды Эта мысль в голове была Но я Поленился проверять Как пришел номер Работает ли Шартен Чи На Зомбей Стамбы Работает Не знаю Я не говорю Я проленился проверить Я надеялся Что это все И не случится И это случилось Так вот А представьте Секунду Если работает Х2 демедж Х2 скорость Зомби Все Все зомби Начинают просто Бить кого ты скажешь Как зомби апокалипсис Прикинь Если это работает Это супер Я сидел И я такой Думал Блин Это да Это то что я хотел бы видеть Медведь Вилка Судя по всему Флейн Да Медведь Да Для Для Но это против Финчи Хороший выбор Думаешь Ну он очень легко То есть И он чип И два проблемы Это если тебя бьют Большим количеством Магмаку Ну да Да и он Прямо сейчас С этим не проблема То есть ты не можешь Против него нормально Стоять линию И как против Валору Словно Если у тебя нет стана То есть тебе нужно Сейчас кэри со станом Какой-то Кэри со станом Да Да На экс можно взять Просто А ну пила Для маларина Окей С пилой И пила При этом Да все Очень хороша Против этого парня Потому что Стандартный силач И все прочее Да Слушай Для тимбера здесь Ну очень хорошая игра На самом деле Ты огромный с миды Выходишь Тебе этих героев Долл Сейчас экспы мало Станов нет Ничего нет И там Лотос собрал Грубо говоря Почти не увезем Против всего Сразу То есть у тебя Из контроля Что есть Опять же Лотос не дает Бесту Тебя там нормально Цеплять Слушай Знаешь Что надо сделать Надо сделать так Чтобы тимбера Как-то в миде Не законтрили А его можно Вообще в миде Законтрить Когда у тебя Уже бэтрайдер Мне кажется Левел он возьмет В любом случае Да Потому что Ты можешь послапать Если там будет Прямо супер контра Там Манки кинга Кого-то взять Который там Супер Медведи Что-нибудь Ну да Кстати Манки кинг Нормально звучит Да вот Но приходит там Бэтрайдер Ты сидишь У тебя и лес горит И тебе на деревьях Видно И ты все равно не хочешь И он приходит Просто в центр Кстати Манки кинга Надо не миги банить Обязательно У них Сцл Кома Играет в Манки кинге Один из его лучших героев Насколько А они сами его банят Очень интересно Знаешь Это вера в неми Просто Начинает Потихонечку расти Ну значит Спирит на мажоре Контрили По-моему Ну да То есть он приходит Он стоит хорошо И потом По слотам у тебя Лейтгейм Тоже о том Что он МК на сатах Достаточно сильный Да Сикер Может еще панга Какой-нибудь появится Типа там Знаешь Кэри Бэтрайдер Нормально тебе Пангольер Бэтрайдер Тимбер играть Корями Так По кайфу Да нет Все файты твои За тут Сто процентов Знаешь На экс надо брать Просто Для Слушай Они уверены Что Тимбер Не за них За Бабана Еще таких Давай Хорошо Кого закрывает И МК И Урса Не осталось Ну Кого закрывает И МК И Урса Видимо Против Праймл Бестайд Они рейтят Эти героев Но на самом деле Не знаю Я бы для Немеги Сейчас брал На экса Для него фри Эти герои Вообще Ему никто Ничего не делает А что взять Парням Я даже не знаю Ну МК Или Урсу Было бы неплохо Да В этом и суть Ну какого-то Сами могут На самом деле Взять на экса Но Такое Вообще Я все еще Законку вниз Мне кажется Это будет очень крепко Не знаю Не знаю Ну им Такой нужен герой А Но у тебя не будет стана Внизу Что плохо Нет Это Б для парней А Ну я просто не вижу Им больше героя Но у них тоже Там нет стана То есть им нужен стан Мне кажется У тебя полтора контроля На всю команду Не хочешь ЦК брать Возьми ВК Тоже не хочешь Ну не хочется Наверное Но возьми Веросипа Вот я думаю ТБ это да А Вивер Так Мы это уже видели Я все Я готов сказать Я готов Скажешь Я за ними Да Я не Вивер Нжер Вот Вообще Ну на самом деле Нормальный вариант Зомби Они хорошо поставят Против Бетика Если ними что-то не придумают Как-то пачки популить На Бетике неприятно Стать Допустим Они поставят хорошо А дальше-то что делать Непонятно Как тебе напасть Как тебе завязать файт Как тебе кого-то убить Как он убивает Тимбера Скажи мне Никак Абсолютно Абсолютно никак То есть это нерешенное Прямо тебе ноль героев Делают что-то Напасть Ну знаешь Зверь может издалека Разогнаться Поднять там Начать вот эти вот Штуки делать Да Вот как вчера От Большого Вивера Играть можно Только от Большого Как тебе вариант Еще сейчас Баншу добрать Не Ну как-то Не хочется Бескоро играть Ну Кэрри Баншу Кэрри Баншу Не знаю Мне кажется Сложно будет играть В этот момент Просто я представляю Драку У тебя Сифон туда Сифон встал У тебя тачкауча милишников Все Бакайфу Ульта работает Я бы просто уверен Найкса взял Чтоб он вышел С большой с линии Ну да Тут читался Я не знаю Вот Ну что Мы стоим за Немигу Видимо очевидно Подрафту Да Я говорю У парней Есть шанс На Большого Вивера Но надо выиграть Три линии Не три Достаточно выиграть Ну достаточно Мид Постоять Ровно Но я не совсем понимаю Как Эмбер стоит Против Тимбера Мне кажется Не стоит Ну может Какие-то перетяжки Крутые будут Просто Для меня главная проблема Что вот Допустим Я вот Депресс кит Я напал на Тимбера И у меня все хорошо То есть получается Я почти убиваю У меня нет помощника в команде Ни одного Но вилка может подойти Как-то дать А теперь представляем В обратную сторону Стоит Малрин Пропиливает И влетает Просто откуда-то Собет Снимает щит Сенчанта Вырывается из земель Толкает тебя под вышку Дает сайлент То есть это очень тяжелые Согласен Под пятую минуту Просто сапы стягиваются Вышка теряется Да ты теряешь вышки И ты не можешь контролить руны Короче Я вот так скажу Если Малрин не ошибется Все грамотно сделает на Тимбере Если парни в топе Ну в смысле Вазя И Хеллскрим Не нафидит вивера Там грамотно Пулит пачки То Немига очень может Быстро Ну очень легко Затамповать эту карту Вайпер был в бане Вот я считаю Не было вообще По-моему Просто я вот думаю Ну он был бы не так плохо Тип против всего Что набрали ребята Из Немиги Потому что он бы Снимал все пассивки Тоже НЧ убивать Тоже того же Тимбера пробивать Ну да Мне тоже если честно Не нравится во второй стадии У парней Вот эта бист вилка Ну просто не нравится Как-то странно Тут хочется да То есть я думаю Что прикинь Там вайпер Плюс даже наша вилка Да и кого-то героя Да с контролем У тебя типа есть Что-то куда-то Ну зомби Тот Суммарно Вот я не чувствую Этого синергии Между героями Как будто бы Вот мы взяли Нормальную даблу в топ Взяли нормальную даблу вниз Взяли нормальную героя в центр Просто дефолтных Типа героев И вот мы их взяли Дефолтных героев Постояли линии А потом надо играть Доту как команда Да согласен Вот я вообще не вижу Чем они будут играть Это для меня лично Проблема здесь Будет И надеюсь Что мы получим ответ По ходу уже игры На то Кто Собственно Кто был прав Скажем так Кто постоял лучше Кто набрал героев лучше У кого все получилось Потому что Как сказали опять же пары парня Вчера Что все идет по плану Да хорошо Парни разгоняются Отлично Сейчас мы за этим Как раз посмотрим На самом деле Очень интересная игра Интересно чем Кончится Кто выиграет линии И скоро мы это увидим Для лайвстилера Опять же не вижу проблемы Для тимбера не вижу проблемы Все эти герои должны Я говорю Главное не ошибиться Как-то вот знаешь На каком-то На скиле Чтобы тебе не заутскилили Скажем так Да ну и вот После уже драфтов Обновленные коэффициенты Можешь сразу собрать Экспрессы На кибер Получить доп-бонус У нас 2.1 на парня И 1.7 зван Не мигу Там кейсы фрибетов Типа ты там Закидываешь Получаешь фрибета И ты можешь уже потом Имиджи Типа там ставиться И все прочее И все это По баннеру По трансляции Да 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 Самое Очень просто На самом деле То есть И вот Куча акций Они каждый турнир Типа там Добавляют Закидываются Все для вас И все Все по баннеру Всегда все по баннеру По трансляции Да да Шансы победы Плюс уже Плюс 6 процентов Все за не мигу Плюс 6 Или все-таки Правильно плюс 3 сказать Ну 53 минус 47 Ну да Но Ну ладно Не да 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 Извините А у меня проблема С арифметикой Всегда была Да Как-то вчера было Типа 23 тысячи На 17,5 Ближе Чем 25 Я нормально Я человек А не арифметик Так Тут уже Зомби Зонят Зомби против земели Неплох А земелька Кстати с тапком Грамотно Без стика Без всего Собирается пулить Просто Говорил Потому что Лейни здесь не вариант За Эрспирита и бэтрайдера Ну Лейни по-пацански Потому что Там и больше демеджа И статы высасывают Так у тебя в земель Базовый урон С тапком 52 То есть Кидается дикей 48 Не можешь драться Вообще То есть Какая разница Тебе просто нужно Второй-третий уровень За обилки Драться Да То есть Когда останка Да Сайлентс Когда у тебя Бэтрайдер залетает За это время Три стак Четыре напалма Делает И ты уже не уходишь На зомби Дать бэттику Третий левел Напалм в два И все Да-да-да Он уже стоит Смотри снизу Ждет уже пальчику И бэт Будет просто получать Экспум Опять же Вивером плюс зомби Не супер просто Отогнать Бэтом Ну прям Выгон Прям ноль клипов Ему дать То есть Первую пальчику Он подержит Там что-то еще А потом Он начинает Выпул И ты должен Разорваться И тебе нечем Помочь Потому что Духов еще Нейтральных нет А потом Второй будет Выпал И третий И все Ну надеюсь Ну парни Вроде понимают Что делать Скорее всего Приготовились В топе В топе Что? Ну в топе Тут ничего не сделать На экс Суенчантрис Мне кажется Должен Должен выходить Просто огромный На экс Главное Инчени На фидить Опять же Мне кажется Это не очень сложно Делать Если ты держишь В голове Что тебе нельзя Берешь Ну знаете Вначале Лучше дать На экс Все таки Пока сравнение У нас Игроков Центральной линии 20 к 16 По играм По винрейту 55 на 50 Ну примерно То есть примерно Все то же самое Ты говоришь Потому что Супер сигнатурка Да А винрейт Для супер сигнатурки Как же у него Идут дела Не на супер сигнатурке Непонятно Видишь 30 лэл Вижу Да Это сразу Сделяет большую уверенность Потому что он 30 А его друг Не 30 Но 25 плюс 25 плюс Да Что тоже хорошо У нас вообще Так то Все на сигнах Слушай Да Со стандартный Вопрос Только по Инчайту У него Левел 5 Типа Или меньше Я думаю Нет дота Плюс Или нет Дота Плюс Если у него Левел 5 Дота Плюс То значит Ну типа Скорее У него просто Нет А иногда Ты смотришь Гронза И у него Типа Третий Четвертый В миди Уже Кстати Типец Типец Традает Семь Крипов У него Везет Уже Будет Получше А кстати Вот Щит В 2 Да Ну наверное Так правильно Ну типа Чтобы он Тебя с первой Пилы Не ломал А он и так Сейчас Пирдемед С пилы Они по-моему Сбивают Щит Но ему все равно У него просто Нет смысла Наверное Максит Фист Потому что Все равно Особо Тимбер Не харачив У него Всегда Миллиард Армора Ну про Другие Герои Просто не знаю То есть Когда играешь Против Инчи Очень Не хочется Иметь Макс Не щит Рано Потому что Если Любая Драка Ты просто Умираешь Не мерч Здесь Поставляется Не 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 У него Видимо Наворовано Плюс Стики Были До 12 Лишних Силы 240 ХП Рановато То есть Второй Левел Он умирает Или Что Он Вернулся На Гой Да Да Стоял Хеллск Рим Тут Почти Кстати Может Умереть Джим Это Так Есть Нет Боится Боится Вивер В кулдау Не было Жмена Это Атака Так Можно Было Попробовать Вяз На самом Мир Он Был В Безопасности Да То есть Не 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 Знаем Можно Можно Было Попробовать Хочет Мидас Кстати Не Не Нужно Знаешь Типа Бет Уходит На Лов ХП Ты Спокойно Ставишь Фарм Тебя Не Прягает Да Мидас Интересный Выбор Тут Ошиб ФБ Для Паши Это Убийство Героя Второго Третьего Уровня Большого Инфакта Не Добавляет Паша Нормально Но При этом Василиру Лучше 18 на 6 10 на 4 Тут Вообще Бесспорно Я Знаешь Когда он Это Делал Я подумал Что Он Байтит Что У него Есть Второй Спел А он Без Второго Спела Странно Без Шадоу Реалма Он Не Заводил Тычку Никакой Ничего Может Он Есть Может В кулдауне Был Он Есть Он Был В кулдауне Да То есть Его Не было Тут Уже Почти Вивера Проблема На самом деле Вивер Тоже Герой На некоторых Персонажах Вообще Не паришь На морфе Крепый За вышкой Вообще Не проблема И всех Забираешь Все Норм Тут Реально Что-то Обилки Делать Что-то Трат Пхп Проседаешь Вивер Такой Еще Персонаж У него Слишком Мало Селф Реген Мне Кажется Да Потом С левелом Ему Очень Легко Будет Стоять Просто Смотрю На подвышке 35 35 Реген Убитая 6 3 Почти В два Разница Это Очень Большая Бресер Фулринг Есть И Вот Она Тут Телепорт Отличный Герой На помощь Хорошо Сделал Слушай Паникует Да Было Видно Что Умирал Даже Если Был Умирал То Не Мож Помочь Часто На Зомби Без ТП Без Мана Идешь Бот И тут Вивер Могут Любую Секун Начать Проедать Да Можно Посмотреть Статистику 64 Винрейт Вот Это Уже Это Уже Солин И Куда Хороший 64 Найкс Такой Герой На нем Обычно Хорош Куда Тяжело Потому Что Видите Да Тяжело Ну У тебя БКБ С первой Минуты Есть Словно Я Еще Опять Видел Там Патч Где У тебя БКБ Встроенный И в Джаггер И в Сидер Но Ты Все равно Собираешь Еще Одну О Завышечка Уже Пятый Уровень Слушай Депресс Кит Что Не Карта То С Нем Вот Это Делают Что Вчера Депресс Может Задуматься И Переставить На самом деле Я вчера читал Что-то интервью О том Что Ментальный Блог У Депресс Кита Потому Что ГПК Хороший Друг Я Слышал Про Это И Я Хотел Спросить Не Я Скажи Мне Смотри Вот Если Я Ворую Крипа С Флагом Деньги Уезжают Противнику Нет Кстати Не знаю Но Я Думаю Что Нет Ну Просто Прикинь Движдерого Крипа Знаменос Как будто Еще Та Тридцать Четыре Как Личную Баунтеру Просто Отдать Я Запишу Это Проверить Обязательно Так Чем Я Говорил А К тому Что Может Все Стоит Брать Не знаю Они В первой Стадии Взяли Они Убрали Хускара Они Убрали Лину И ты Говоришь Лиграфос Ты Говоришь Типа Тимбер И вот Уже Четыре Героя На Три Баны То есть Ты Плохая Пила Должна Хватить Да Хватает Можно Третьего Да Можно Третьего Да Пили Не 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 Будет А Будет Мана Будет Мана Хорошо Ой Отпустил Мана Кончилась Да Да Тычки Симпетаса Не будет Ну Нормально Да Даже Так То есть Все равно Потерял Саппорта Убил Саппорта Прогнал Второго Убил Центральную Позицию Да Отлично Это Супер Размен При этом У тебя Фри Лайфсилер У тебя При этом Отличный Чувствие Бэтрэдер Под Т2 Под Т3 Там Та Его Вивер Точно Не достанет Спейс У него Есть Эмбер Летит Сюда Кстати Эмбер Пятый Левел Гек И что Ну Это Потрачено Это Это Потрачено Грамотно А Бэт Наверное Даже Не Прочитал Он Просто Ну Типа Хрипы Кончились Да Тут же Теряет Щиточек Депресс Кит И все То есть Фармить Не можем Это Вот Почему Удач 4-4-0 У слона Раскачка Возможно Была Лучше Да Наверное Щит В 3 Не Нужен Все Так Поставил Вард Под Центрю Сейчас Сейчас Если Увидит Сломает Тоже Будет Супер Кек Шестого Еще Нет Мне кажется Самое Время Чтобы Умереть В байбек И выйти За Может Быть 4 героя Все Тянули С центра Паш Хорошая Ротация От Праймл Беста Хватит Демедж Убить Малвины Или нет У него Четвертку Иди Армор А Демедж Кончился Физ Сейчас Обилки Обновятся Убьют Все Отличная Ротация От Паш Еще Четыре Героя Как-то Разбираются В центре С Тиммером При этом Отдают Тамбу И Че На самом Деле Я Как игрок На Тиммере Скажу Что Вроде Можно Сказать Спейс Но Лучше Так Не Умирать Потому Что Если Нападает И При этом Выживаешь Вот Это Нереальный Спейс Сунайк Смакс Макс Третья Просто Если Он Умирает Очевидно Не Фармит Дает Денег Дает Икс Питали Не Может После Этого Нормально Сноуболить А Если Он Сноуболит Его Невозможно Первым слотом Ну Знаешь На Вивера Интерес Что Вивер Покупает Мидас Молния Линка Наверное Такой Будет Билд Молния Линка Скайдер Опять без урона Такой Вивер Мне Уже Нравится Который С Мидас Может Быть Здесь На самом деле Игра Хорошая Для Вивера То есть Его Убить Сложно Он Умирает Лассо Либо На земельке Надо Попасть Скиллами А это Не всегда Легко Уступить Такого Мобильного Героя Депресс Развлекается В нижней руне Развлекается Опять Смотрите Десятый Мет Идет Третья Земля Четвертый Зомби То есть Опять Запор Ты без Ловов По Денегам Конечно У Лассилера Все Супер Хорошо Кстати Депресс Не так Все Плохо Вот Из-за Того Что Тимбер Напител Да Ну Соро Земелью С хорошим Левел Или Бэтрайдера И возможно Сейчас Как раз Это Реализуется Бэтрайдер Пока Не хочет Двигаться Он Будет Стоять Пока Да Но Сейчас Купит Даггер Про то Что И начнется После Вчера Сто вы Смотрели На Марса В подобной Ситуации Который Купил Даггер И Ничего Не мог Сделать А Бэтрухи В этом Вопросе Получше Потому Что Ему Не Нужно Ничего Чтобы Фармить И Он Не Просодерживается Из-за Этого А Вчера Вечером Мы Смотрели На Марса Здорового Человека Который Купил Кучу Слотов Да От Плачисто Если Не Ошибаюсь Опять Здесь Вот То Чем Я Говорил Нельзя На Тимбире А Он Не Фидит Там Баба Была Потрачена Можно Там Буду Забрать На Сам Знаешь Я бы Сказал Что Парри Парни Не Провалили Начало Они Но У них Все Хуже Определенно То есть Наикс Большой Тимбир Мог Быть Больше Эмбир Мог Быть Меньше Вот Тому Все Более Менее Нормально У них У Вивера Отличная Игра Просто Опять Сейчас Бетруха Купит Даггер У тебя Будет Фестбомба Влет Врыв Развал А у Такого То есть Тяжело Будет Играть Ну То есть Здесь От Пашка Много Зависит Как он Сможет Реализовать Свою Героя Пока уж Неблок У него В принципе Есть О Вилки Штой Лев Хватит Демедж А у Битмалори Нет Хватает Тут Можно Сайленс Какой-то Выдать Или Он Уже Потратил Одного И Второго Можно Конечно Останщик Удал Хватает Демедж Отлично Сайленс Открыл Хорошая Перетяжка По итогу Даблкил Забирать Кейтач Себе И Вышку Надо Забирать Ой Смотри Какой Крив Сейчас Начнется Как же Много Демедж Спилетик Сколько На 7 Или Демедж Не хочет Нажимать Почему-то Маларин Будут Убивать Пашу Ошибается Здесь Парни Очень Сильно Непонятно Зачем Надо было Дефать Здесь Четыре Вот здесь Можно Поймать Нет Тут Не Не Нече Продлить Наверное Разошлись Как в море Корабли Наш Коллега Говорит Бить Дота Закрашнулся Слушай Вот Только Я сказал Что У парней Все нормально Они пришли Сделали Супер Кяг Мув Потому Что Они Отдали Трех Героев Отдали Вышку Все Три Ушли Власт И Пока Мы Смотрим Собед 57 32 Когда Слушай У него все-таки Есть Дота Плюс И Действительно У него Бронзовая Инча То есть Если У него 7 Официальных Игр За всю Карьерную Инча Правильно Он играл На четверти Играл У тебя В Доту Плюс И Дота Игры С паблика Не Справед Я понимаю Мы можем Попросить Показать Пока Паузы Нажать На Значечек Пятый Все нормально Нет Дота Плюс На пятом Возможно Или Есть Возможность Паниковать Слоны Пошли Ну а Хеллскрим Все-таки 25 У него Миллион Игр На этой Земле Я думаю Он понимает Лучше Как действовать Намного Во Кстати По стакам У Немиги Обратите внимание 10 стаков У парней Ноль Вообще Ни одного Они все силы Свои тратили На то Чтобы Как-то Эмбера Запротектить Вот Было Вообще Не до этого Мне кажется Ластильвер Сейчас доберет Свои слоты Какие-то Дезоль башер Вот он их Доберет И просто Пойдет А как И ты ничего Им не можешь Никак вообще Просто У тебя на него Ничего нету Только Праймал бист Если он ошибется Не нажмет рейч А сейчас За километр Слышно Как праймал бист Разгоняется Даже он Разогнался Как убить Тысячи Там Восемьсот Две тысячи Две тысячи Пятьсот Хп И так далее Не совсем Понятно Слушай Тут Манта Какая-то Оп Проблемки Упажи Его замедлили Ему не дали Уехать Работает Бочка Бочка Не вкачана Непонятно Видимо Просто Нчант Нчант Возможно То есть Он его точно Нажал Да Согласен Согласен Я запишу Сегодня день проверок У бетика Уже дагер Есть Не нажал Лосось Сейчас Можно с ним Очень жестко Давить Дагер Он спалил По идее Должны просто Сыграть Поаккуратнее Ребята Спалил И спалил Парни Оп Видишь Да Среагировал Но срочно Не уйдет Вилка Я очень тяжело Я бы не хотел Быть вилкой В ситуации Где земель Тимбер Бэтрайдер И против Найкса Знаешь Тоже очень неприятно В него Даешься Плэ Он такой Ну не Ему-то плевать Но он хотя бы Тебя не убивает А В реал В реал Да А остальные Герои Им вообще Плевать же Да Абсолютно А что Пашка Пашок хочет БКБ Очень нескоро Еще оно будет Несмотря на хороший Старт Потом Две смерти Сложно Сейчас будет Что-то сделать Просто кстати Молнии есть Не такая плохая игра Ну обычная игра На Эмбере Знаешь Не самая хорошая Не самая плохая Но на самом деле Достаточно плохая Нашу будут Хватить Зальницы Не хватит Дэмэджа никак Не хватит Или хватит На тоненько А слушай Молрин Мог бы догореть Если бы она была По выше уровням Знаешь почему он выжил Нерф лассо На полсекунды На полсекунды Да Это оно было Он щит нажал Я про то Что если бы Бойщик была выше левелом Он бы Прилетел Когда с ремонта Она бы еще висела И возможно догорел бы Тоже Ну то есть Повезло что немножко Левен не хватает Пролем пока У вилки У нее нет Обилок Все в него нажали Ну должен доесть То есть он как бы Нажал Но там земель А слушай Ладно Ила Стиллер тоже Тоже умеет На невозможно играть Бедный Хевен Насколько я помню Да Так а что С целком У него Медас Молнии Хочет на Монта Стайл Делать Монта Стайл Здравствуйте Сальниц Нормально Да Ну Ну а что тебе То есть Монта дешевле Чем БК Баренка Ну она просто Как-то Ну просто Приятнее Что с Монтой Играть Что с БК Б Потому что С Монтун Нажимаешь Он Так Он хотя бы Лавкач Для него Это хотя бы Чуть-чуть урона Добавляет Чуть-чуть И Месса Внизу кучей Дальше хочет Шар делать И что там Еще было А и Арчит Арчит Как я понимаю Не знаю Не нравится Шар нравится Но Арчит Против Найкс Нормально Хоть какой-то Хоть какой-то На него ответ Ну пока Непонятно Пять тысяч Ну и штатит Все обилки То есть Для Тимфайта Тамба Очень важный Слот Тратит прямо сейчас То есть Мы говорит Команда И решили Все Мы никуда не пойдем Ни еды Драться не будем Нападение При этом сцене Мне кажется Удастся Не разменяться Даже А убить Демель Куда Отойти Отличная Игра Хевана Хороший Ульт А тут Вазя Пришел Хеван Опять Встретил Эти Паргей Ладно Тридцатур Не говоришь Ну слушай Может не проснулся Все-таки Напоминаю Время Сейчас Сколько В московском Времени Десять утра Наверное Полдесят Ну Девять Тридцать Сколько Драфт Могите По времени То есть А киберспортсмены Не все В такую Ранку Посыпаются Я вообще Не представляю Можно Встать Или Семь Мать Кнопка Вдоте Да Ну там Прикольно Получилось Что он Сфиро Именно Прямой Отошел Во вторую Изготовленную Ловушку Киберспортсмены Опять Щемят Субет У него Должна быть Ульта Где Он Просто Непонятно Где Она Сейчас Просто Можно Ошибиться Ушел Просто Нет Нормально Все Слушай Знаешь Что я хотел Опять Заметить Вивидс Тотального Фрифарм С Мидасом Ноль Смерти Один Склевел Да И У нас Сибир Который Поучаствовал В паре Убийств Ну не В паре Ну он Три Сделал Убийства На центре Два До этого Да Суммарно Еще один Пост Один Доп Вот так Можете Получить Кстати 100% Бонус На первый Депозит У нашего Партнера Бэтбум Для этого Кликнуть На баннер По трансляции Я знаю Типа слова Но на всякий случай Мало же Что-то другое Типа Т2 Забирает Отлично Сейчас Можно Начать Играть Кстати На самом деле Это же Имба Икспы И так Нет И ты Забираешь На 17 Уже Аванпост Последний Да Если Если Кто Не в курсе То Аванпост Когда Он Под твоим Катрую Находится Дает Один Дает Второй Лишний Не дает Но противнику Не дает Лишает Противника Икспы И у вас Как бы Становится Икспа Разница Такая Что Бегает Условный Зомби Шестого Уровня На 25 И не Можешь С ним Ничего Поделать Знаешь Что надо Сделать Не Миди Чтобы точно Проиграть Купить Бкб Купить Ему Гем Все Сломать Полностью Вижен Бкб Бкб Здесь Не убиваем Абсолютно И он уже почти Сделал На него нет Права Так сказать Ноль контроля Да То есть Нет опции Не дать нажать Клавишу То есть Какая-то Большая Сильная ошибка Со стороны Самого игрока Да Ну там Под фонтан Залетел Либо решил Просто не нажимать И так Хватит Вот что-то Такое Скорее всего Здесь этого Не будет Все все Нажмут Да Потому что Немига Видно Готовы Хотят выигрывать Я вижу Это желание Ну это Луздирав Опять Депресс Пытается Все поймать Не удается Вообще Они за очень дешево Выбери у него Два ультимейта Я бы это сказал Что Я бы шел на Рошана Прямо сейчас Ну они могут пойти Знаешь С инчой С крипом Да Можно убить Тинчак Рип Плюс Тимир Потанч Дизоль Есть Так что Драка Начинается Сейчас будет В топе Давай смотреть Видит его Хеллск Ой С телком Найдут ли Видит его Хеллскрим В инвизе Но Бетик С наэксом Там снизу Инча Смотрите Она в соло Убивает кого Нет Нет Тут три героя Пришло Завязали обилки Она как просто ушла Фри Рошан Сейчас будет Для наэкса Получается Абсолютно Не могут там Драться парень На мой взгляд То есть Там Можно Наверное Через Стамбу Через Врыв Гестапо Но Наверное Сложно Все таки Да Видишь Мершин По вардам Отрабатывает Ну да Старается 19 вардов Поставил Один сломал 26 вардов Они поставили На два саппорта Плюс еще два Горгероя Да То есть Три тысячи Ну а что в такой игре Сделать Музеем Старается О кстати Можно было подраться Да Но видимо Не знают У них Вижен Посмотри Вот они В топе Завардили Горку Завардили Хайграунд И тяжело понять Где именно Вот они Курьеры полетели В Рошана Или в треугольник И ты не хочешь Не проверять Треугольник Типа там они Или нет Ну знаешь Как будто Читался Рошан Они просто Мне кажется Решили Отдать его Да Ну может В этом что-то есть Но Выглядело Как будто Можно драться Можно было драться Это были Остачально побитые герои Но вот сейчас Они все отдали И в топе На Пашка Возможно Будет какой-то выход Не знаю Покатить земель Или не покатить То есть Они его видели Здесь рядом Был бетик Но не полезли На Сале Не получается Поймать Пока вот Ну просто Мог Скрип Вкатиться Мог Вас допрыгнуть Я подумал Что это Может быть Тот момент Можка даже не очень хочет Хочется убить Так смотри На Вивера Ничего бывает Ну-ка Это кэш Столком нажимать Stick Ну это кэх Если ты сидишь Как в кэри Фул игру С помидаса Трифарм И тебя просто Ничего гоняет Слушай Он пока Монту не купил С Монтой Такой фигни Уже не будет Сразу Да-да-да То есть Ты справишься С Ничего Знаешь Вгоняет В небольшую депрессию Согласен Согласен И не только Вашего мидера После этого А вообще всех Так и мертвец Смог Не надо Ничего не давать Можно еще Сцепить Да, хорошо Не успевать здесь Реагировать Пока башкили Есть на бете 0,5 секунд Но не спасло Не спасло Башек прокнул Башек прокнул Прямил бист откинул Юл нажимает Тимбер Саленс Нет, не успевает Башет башу Здесь наекс И наекс Выгодит Аегис Как кирилл Все здесь было нажито А там жуки Висят на маларине Какой-то знаешь Оптимистичный Юл был Просто нафидили У депресса Есть еще А Вот он Вот он Паша еще решил Нафидить Хотел спасти Своего тиммейта Но сейчас Не, не Не, все равно За ней не полез Он очень плотный Но все равно Размен 3 в 1 За Аегис Как будто бы норм Да, норм Но знаешь Немножко уража Словили здесь Немега Вот это все Юл был оптимистичный Очень Но слушай У него какая-то проблема С тем, что Он нажал Юл И вот Видимо Действительно не проснулся Смотри, смотри Смотрим земелью Где земелья Ну ладно Земелья Смотрит Свой Юл Вот Вкатывайся Вкатывайся Дай саленс Так а просто Под приземлением Наши мяса мобил У тебя есть Они же оба мяса Да, да, да То есть он Саленс нажал на земле Но на самом деле Нормальный Юл Получается Да, но он мог На Тибире поехать Под приземлением А не сильно заранее Есть пара вопросик Но опять же Образобрали депресскиды Заработали денег Класс Тиллера Очень плотно Укрепился под нигом Реализовали Аегис нормально Убили мидера Да, БКБ есть Дальше линзу будет делать Что у нас Еще вопрос у меня был По Тимберу Да, то есть Юл Мы видели Ну, Сашка будет дальше Дефолтная Что дальше И лотус Как я понимаю Ну, дефолтная Вообще лотус Я бы, возможно, даже Перед Сенжой собирал Я бы купил Плейтмейл, наверное Скажем так Худ Плейтмейл Да, его что Нельзя будет Худ, наверное, не нужен А если А у него есть У него худ прям целый Ну, да, понял Ну, и плейтмейл Просто покупаешь Сенжу И потом Да, собираешь лотус Обычно так делают Так, обновленные коэффициенты От наших партнеров Бэтбум 6.30 на паре парней 1.1 на Немигу Собирайте экспресс На Кибер Ваксы, кейсы Фрибетов Да, все просто Ты забыл Про баннер по трансляции Да, да, и конечно Жмите на баннер по трансляции Я тоже так Тут какой-то замес начинается Кирикич привезет Пашка Пашок называет БКБ Отходит просто Земель упугает Будет забирать его Ну, Неча выкупилась Сейчас подойдет Кирикич добирает зомби Вася летает Потом столпом Сбивает Блинк Надо сломать бы его Лассо, кажется, он не нажимал Неча выкупилась Ловит стан И нормальная вылазка От парней, получается Вася здесь еще должен Нажать лассо Должен увидеть Ну, кого? Вон, вон, вон Там Хевенс А, тут другая драка Малдрин просто Депрест Кстати, Депрест перебивает его Хевенс у него все кончилось Типа КБ тоже Лассо все еще нажималось Можно будет нажать в кому Юльчик, Юльчик И лассо дать ему Ай Депрест подходит Сэйвит его Кирикич Отличная игра От всех Все красавцы Нет, там еще секунда И Вася давал бы лассо Вивера Его бы съел просто У вивера просто гем Его было бы очень круто убить Забрать гем себе Вот бетику покупить Субет выкупился Возможно, сейчас у него нет денег Но на бетике Да, нету, к сожалению Здесь на бетике гем Очень важен Вот Тамба хороший Стоял, сбивал даггер Вася все время Вот он так и не нажал еще Так, еще раз Реплей у нас Вот У нас Ну На самом деле Ошибся Вася Он Вася Он мог Блинкануться И дать лассо Сразу ливеру Он начал В него зачем-то лететь Не знаю Блинк что ли Сбит? Сбитл чем-то О, в боте Киритыча убивают Ошибка Ошибка от молодого Как же так Да Слушай, ну Пытаются играть Да, то есть Как-то наказывают И Именно за миспозицион То есть время файты Какие-то Где мы подставляем Саппортов Должен идти Киритыч первый Четыре героя эти за ним Потому что Под любой влет Там условного От Праймал Биста Просто лассо в него И поехали Конечно Да Что еще не хватает С вылазка Да, то есть Вивер начинает Просто Вивер начал его бить Не нажал речь Да Ну Ошибка Но он На самом деле бы не выжил Да, здесь Речь нажал Может быть там Как-то команда подошла Просто смотреть Цепляет у нас дальше Маларина Попробовал бы Кстати Депресс Очень много Уже набрал у него Вот Почти как у Тибера Такой Знаешь Эмбер в лейте С фитворцу Может доставлять Очень много проблем Определенно Надо Смотреть Покатится ли Скрим Да Вилку находят Сейчас еще Можно попробовать Депресс Киды забрать Да Слушай Вася с лассо Если у него Есть сайлент Есть замигло Есть даггер А если демэдж Есть демэдж Остался еще один Реминант Баш Первого удара Сюда Взяли Кида Депрессия Да Кирас Почти есть у Найкса Слушай Ну опять же Как вчера Вивер Может такое выиграть Может Ну надо не ошибаться Но любая ошибка Да Ну за парнями Но справа тоже парни Поэтому непонятно До первой ошибки Вивер готов Да До одной ошибки Вивера игра На самом деле Он один раз Если умрет Безбавит Да У него и готов Арчи То есть вроде как Приятно Особенно против Австиллер Напасть И дать ему Зать рейдж Это очень крутое решение А на экс уже в Сатаник Выходит Заранее После кираса Снимается Арчи Потенциальный Пока я посмотрю Тяжело им конечно Играет Слишком легко Ошибиться Со стороны парней Слишком тяжело Немеги Продолжать Ошибаться Вот так Но Можно Ошибиться Пару файтов Они уже сделали Да Таких себе И пару раз Уже выкупались Сейчас Кулдауна Байбеков Под потенциального Рошана Краски Не все будут готовы Да На Рошане Как всегда Все решится Который Через минуту Пойдет таймер Да Через минуту Десять Будет Таймер Мы узнаем Сейчас мог Вылазка Будет пытаться Холодно От тебя Тут ДД Кстати Не помню Как сейчас работает Речь сбивает Ли тебе ДДД Или нет Не долго Раньше сбивал Насколько давно Давно Очень давно Ну ладно Не важно Скорее все Не сбивает Я про то Что это Женов Он должен Вражеские Типа Плохие Снимать Я перепутал Снимал По Минфест Короче А Или баф Магнуса Снимался Рейджем Короче Что-то такое Снималось В общем Неважно У тебя Оракл Снимал Первая билка Все хорошие Бафы тоже Супер Давно Ты когда Выходил Десять лет Назад Типа того Еще не смог Попытка Найти Вот этот Вот фраг Они Тыщут Его Ищут Ищут Давай Смотреть Они идут Без вижена Без понимания Чего Как Куда Первый Идет Имерч Сейчас Тамбан Сразу 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 Тамбас Саня Саня Что ж ты Башек До свидания Праймал Нажатие И теперь Скида Будет ли баш Будет ли баш Будет Будет Орчит Почему Сразу Разливерил Сразу Нажми Томбстон Нажми Ульт Сразу А там Подумаем Да 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 Ну Легчайшие Плюс Три Причем У кого-то Из этих Ребят Был Гем Который Отдал Вивер И теперь Увази Есть Гем Да Да Я не Помню У кого То есть Он просто Видишь Вот Нам Покастиру У него Нет Он просто Моргал Типа На базе Типа Заберите Гем Подберите Ну Конечно Очень Очень Плохо Зашли Можно Был По долгой дуге Знаешь В эмбере Да Ну Сшиблись Да Знаешь По долгой дуге Можно было Зайти Поставить Вард Как-то Это Разыграть Все-таки Такой Уже Как бы Скать В одни ворота Да Такой Заход Уже Ты идешь На вражеский Вижен Когда Вы Когда Вы Далеко Позади Когда Вам Нечем Напасть Толком Ну Нет Герои Мы Это Все Обсуждали Слишком Легко Играть Забирать Потому Что У нас Это Та Игра Где Вообще Очень Долго Игнорировали Шарды Аганимы Наконец Теперь Шар Купила Себе Вилка Сейчас Второй Шар Что-то Получится Рошана Вот Я думаю Об этом Я думаю Что Силлер Будет Зомби Выходит Далеко Пашка Здесь Том Стон Надо Забрать Том Стон Остается Под Райдер Жил Убивая Под Райдер Надо Отходить Нельзя Терять Ем Линкаут ДП БКБ Так Вы вроде Отделались Легким Успугом Только Сап Умерли Слушай Рошан Мало Рош Демеджа Только Вивер Бьет По сути Пойдут Ли они Ну вообще Опять Да Это Супер Легко Читалось Что они Куда Пойдут И вот Это Пол Нападение Ничего Не Тамба Хорошо Стояла На Экс Потратила Квитрайдер Здесь Они могут И втроем Беста Протфабить Восемь секунд Я думаю Бекб Куда ты Идешь Надо Драться Надо Драться Хороший Еул От Малрина Надо Надо Драться Отдаем Гем Ой 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 Вася Ошибается Серьезнейшим Образом Так Малрина Нападение Слышит Он Это Дело Паша Теряет Позицию В итоге Ошиба От Праймал Беста И все Может Дефт Рошана Нет Нельзя Кома Забирает Аегас Сцел Хотя бы Героев Заберем В ответочку Да Есть Просветка И шарф Получается Тоже Для Вивера Там Буз Еще Зафармят Я думаю Не стоило Здесь Ставить Уже Да А нет Стоп Найк Дает Арчит Будет Умирать Нет Не спасает Ой Ой Какая Ошибка Слушай Хороший Арчит Но Бэт мог Выкупиться В любую Секунду И просто Файл Перевернуть Кабы Надо Выбивать Аегас Очень важный У Бивера Так Хорошо А не потратили Он Монту Перед смертью Не Он Нанял Какой Это Спазм Да Потратил Монту То есть Можно Попробовать Можно Было Да Ну Не Попробовать Вряд ли Уже Не было Ресурсов Ну В общем Ошибаются Обе Команды Как Мы Видим Но Все Хорошо Мне кажется Для парней Получилось Убили Наикса Самое главное Что они Не отдаляя Егис Да Не отдаляя Егис Теперь Есть У них Его Нет Портивников Они Убили Киритач Что Тоже Важно Его Нужно Было Тормозить Не давать Им эти Соты Покупаться И Все У них В этом Вопросе Получилось Знаешь Из Плюсов Для Немеги Они Выбили Все Так Я Егис У Вивера Потому Что Лотус Почти Наготове Не умирал В этой игре Почти Немеги Зиме Скоро БКБ Купит То есть Там Соты Появляется Лавстиллер Первый раз За игру Наверное Проигрывает Вивера Терпан Нетвордс Мы видим С тобой Что Руны Кстати Очень плотно Контролируется У нас Почти 4 тысячи В пользу Немеги Но Они Вели Игру Полегче Это Было Делать Ну Это Довольно Важное Что Много Денег Они Вынесли То есть Почти Все Преимуще Что Осталось Краски Болтус Да Тембер Что 16 Левел По-прежнему Не очень Большой Ну Не очень Мальки Линку Делает Кстати Сложно Будет Его Тоже Здесь Взял Слушай Что Так Сейчас Вырывается Что Каждый Файл Без Лассов Да Это Правда Поэтому Какая Разница Если Линка Или У Супер Факт От Кибера Что Паша Сделал Две Игры На Про Сцене За счетом 0 0 0 0 Интересно Знаешь Сколько Они Длились И Почему Они Закончились Так Да Насколько Крепко И На Каком Герое Я Представляю Знаешь Какого Того 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 Левел 7 А У Тебя Команда ГГ Написала 15 Ну Или Выиграла Это Были Старые Старые ВП Которые Которые Писали ГГ Когда Ну Типа Что Что Здесь Барак Давайте Сразу Некст Игру Начнем Ну А Кстати Поддерживаешь Иногда Да Иногда Надо Играть А Иногда Давай Смотри У нас Смог Плюс Инвиз Плюс Инфест Бомба Давно Этого Не Было Причем Причем Видели Что Инвиз Забрав Варды Стоят Парты Глимер Начали Замбер Что Зомби В прошлом патче Такого Не было Вообще Я сижу Смотрю На Зомби Думаю О том Что Как бы Кайфово Было Играть В Эту Игру Если У него Был Гост Скипетр Форд Став Такие Знаешь Более Сэвящие Слоты Это Первый Момент Который Хочете Сказать Второй Это То Что Но Он И Не Выигрывает Потому Патчи По Винрейту С С Инвизом Серьезно Да То есть Там Единственный Нормальный Винрейт Был Причем Вроде Как У Этой У Под Мы Потому Что У Инвиз Это Не Основная Фишка А То То И Рики И Бх И Шаду Блэй То Шаду Блэй Кстати Был Артефакт С Наименьшим Винрейтом В Доте С Потому Что Патчи Потому Что Если Не Смог Сделать Сильвер Из Него Да Это Логично Но Тем Не Менее То Есть Тоже Знаешь Типа Повод Задуматься С Ларк Были Проблемки Тоже Любители Таких Слотов Так Пауза Опять Закрашилась Интересно Буткемпе Находится Или Нет Это Просто Дота Должен Дать Ему Тридц Уже Погнал Что Грандмастер Этого Героя Тридцатый уровень И так Берется Не за Пять Игр У меня Ни одного Тридцатого Нет Даже Двадцать Пятого Тоже Максимум Двадцать Четвертый Фурион Ну Обычно Тридцатый Ты либо Обузишь Либо Реально Играешь На одном Герое Это Не очень Вэлью Скажем Так Скажи Это Амаро Нет Смотри Ты можешь Иметь Определенный Пул Героев Что-то Нежели Неплохо Просто Можешь Взять Десятых Героев И иметь На них Двадцатый Уровень Это будет Очень Круто Для тебя Для твоего Пул Для твоего Плейстайла Нежели Один из них Тридцатого Да Хотя Говорят Знаешь Про это Удары Один удар Тысячу Раз Ну Да Но Это Дота Тут Тут Скорее Не так Немножко Возможно Один раз Ударить Лучше Чем Знать Тысячу Ударов Но Потом Меняется Патч И он Не Работает То есть Лучше Знать Шесть Ударов Шесть Семь Ударов Типа Того Главный Момент Это Насколько Быстро Ты можешь Перестроиться Вот Сейчас Патч В котором Они Взяли Двадцать Пятого Эмбера Тридцатого Тимбера И они Переработают И они У них Есть Но В следующем Патче Допустим Нанес Неплохо Он играет Эту игру Несмотря На начало На самом деле Очень интересно Почему Земель так мало Учитывая Какой у него Ультимейт Который он Мог бы Нажимать И давать Крипов Ну Типа Ты жмешь В любом Файте Да У него Шесть тысяч За игру А я скажу Тебе Потому что Он один раз Нажимал В Дарквилл И его больше Не нажимал Потому что Ульта Земельки Начинает Дамажить Денадцатого Левлах Хоть Сколько Первая Там Знаешь Вот эти Сорок Секунду Ну На пятерых Как бы Двести В секунду То есть Шесть Секунд Подержал У тебя Уже Пятая Часть Урона Насыпало Это На пятерых Надо Ультануть В этом И суть То есть Он не Жмет Клавиш Нашли Ничего Но Ничего Дает Сайланс Есть Линка Надо Сейвить Что-то Есть Нет Просто Бросили Отдали Дверь Пустите Он Разберется Слушай У него Есть Сатаник Сатаник А что Ему Вообще Плевать Было На Все Угрожает Абсолютно Да Дали Гем В Очередной Раз Второй По идее Да Потеряли Концентрацию Видимо Ну Слушай Чем Самой Форсик Что-то С Драгон Лэнсом Это Конечно Арчит Смотрелся Поначалу Хорошо Но Сейчас Уже Надо Все Так Жить Это Неправильно Когда Ты Инча А тебя Убивают Так Быстро Здесь Особо Нету Контр Пиков Каких Может Нейтрал Чики Там У него Были Б Нормор Что Здесь Плэйт Мэйл Хочет Делать Лотус Против Лассо Салец Хороший Выбор Лотус Линка То есть Такой Жест Герой Которым Не Очень Нужны Слоты Чтобы Убить У него Есть Для У него Просто Здесь Функции Как Здесь Файты Проходят То есть Немега Нападают На Кого-то Сразу Убивает И Убивает Следующего Земли Здесь Надо Просто Застанем Героев Даже Здесь Ультовать Не Надо Потому Что Таких Плотных Замесов Пять На Пять С За 20 Маны Один Вроде Как Для Баттера Зачем Ты Отлично У тебя Плюс Линза У тебя Там Вообще Очень Делико Работает Можно Навестись На Утимейт Если Кружочек Показан Посмотри Осталось Только Нажать Надеюсь Надеюсь Это Случится У него Телепорта Нет Они Вроде Как Вы Поднимаются Он Вроде Бест Но У Тимейтов Есть И Он Почет Линку Хлеб Хочется Цепляет Цепляет Кого Сейчас Опять Убивают Бо Есть Если Что Вернется Нажимает БКП И Хочет Цеплять Хочется Пять Чандрис Баш Первый Удар И Будет Убирать Здесь Баш Нет Уходит Просто На Вася Жук Висит Надо Тепаться Было Друг Не Был Тепорт Я Ж Говорил Перед Файтер Что Опять Снимели Получается Знаешь Не надо Давать Лассо Дарквилу Которые На базе С баем Да Просто Не надо Надо Дать Лассо Вкора Это Дарквилу Сколько Уже Раз Умерла 15 А Что Толку Вот Одна Здесь Одна Дает Брамбл Мейз Дай Вот Все Прочее Девять Раз Ну Т3 Сломали Герои Реснуться Быстрее Чем Повершан Даже Потенциально То есть У него Еще Может Быть Доптаймер Земель БКБ Вот Знаешь Это Дает Икспу И бабки Эмберу Такие Смерти И уверенность В игре Как бы Это Замечал Лучше Так Не умирать На Батрайдере Все Так Осторожно Действовать Так Ленка Здесь Есть Почти 20 Лел И Почти Уже Шива Есть Много Небегина Ошибалась Да Сейчас Просто Два Юра В таверне Нападаем Снизу Ломаем Т3 Почти Справились С ней На Гриф Т3 Тоже Сломали И У них Гриф Нет Удау Ниться Прикольная Прикольная Самонаводящая Просто Далетит Далетит А еще Раз Доджит Ай Хорошо Второй раз Успешно Так Ну что Смотрим Рошан 25 секунд И Доптаймер Локоб У земельки Есть Приятно Ну Знаешь Я Как будто Ему Арморчик Добавить Умерять За Ты за вивер Там Купил себе Аганим Еще Тимбер То есть Теперь у него Две пилы По идее Оганим Жестко По урону Потому что 18 уровня Вообще Я бы здесь Шард Зал Я так Те скажу Потому что Это личный Тайвер Дамедж Отлично Бывает Ставим Лис Кому Падает Виверу Падает Так Низигир Уже Упал Тоже Четыре Шмотки Теперь Надо Выбить Для Немеги Есть Уже Фликер 40 секунд Драшан Фликер На самом деле Нормальный Против Фейки По идее И против Нет Против Привязки Против Против Эмбера Тоже Нормально Да Можно Оставить На Найксе Если Ничего Не Выпадет Не Сделали Выключение От урона Нет Нет Он Позицию Не Меняет Дебаф Сбрасывает То есть Торчит Сбрасывает Фликером Как раз Что Нужно Найксу Да Вот Ну там Как правило Обычно Есть лучшие Шмотки Типа На Дэмэдж Там Знаешь Кори берут Ну вот С Майнбрейкером С Пентэйдж Свордом Я не знаю Фликер Как будто Можно было бы взять Но Кирит Еще виднее Конечно же Ну у него Сознанник есть Да Эмбер Стамли с Реликом Очень Крутая Шмотка Очень много Мэджик Дэмэджа Проверяет Попадает На Крип Отличим По идее И у нас Рошан Две секунды Одна Рошан Встал Трикстер Клак Не то что ты хочешь Видеть на вивере Наверное Не так она тебе нужна Вот Поэтому он Оставляет Сипентэйдж Сворд А клак На вивере Тоже не лучший слот Ну Дэмэдж дает Все таки Какой никакой С КПМ бегает вилка Бист взял клак Вот на бисте хорошо Лишняя выживаемость Дасты Можно скинуть там Лотусом Да Нажать клак Всегда А Немига ничего не выбило Кроме фликера Насколько я понял То есть они сейчас По нейтральным шмоткам Позади сильно И тут какая-то атака Готовится Вася Можно взлетать Наверное Можно взлетать И чего ты стесняешься Чего ты стесняешься Взлетай 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 Его уже нашли А он до сих пор Не взлетел В чем возможно Кстати что Депресс ночью Ты его и не увидел То есть он зашел Вслед от напалма Фарфлай Если он же все еще дает Ночной вижн Или реворкали Даже если реворкали Даже если не дает По-моему Все равно Ты можете взлететь И с хайграунда Откуда на врагов Да-да-да А не напалмом чекать Враги-то видят Твой напалм Когда ты Ну ладно Решил По-другому сыграть Кстати Бутсов Беринг Уже почти готовы Наваси Прикольный наш мошен Нападает С телкома Бьет его уже Там Жуков не ломает Оршан Потому что За морем Грамотно Грамотно Очень быстро убьют Надо что-то срочно Ребятами из Миги Придумывать Так Паша опять Выигрывает время Конечно Малрин Ничего И уходит просто Ты бы ничего не делаешь Да И Мерчина здесь Скрывает Консоль открывается Там Ба стоит Так А Тут Юльчик есть Хорошо Это микро Юльчик Микро Юльчик Свой нормальный Юльчик Да Смурсер наплевать Решан на пол хп И готов Там Ба кончилась Все Готов бетрух Если что врываться И как бы все рядом И БКБшки Все готово Ни мига здесь Ничего не мига не нажимали И по мане Посмотри То есть они себя чувствуют Просто прекрасно Да Видят варды Вот хочется их сломать Ну напасть Напасть не дают бетрайдеру Так Так Лаги Лаги у всех Да Очевидно Лакс XD Плюс-плюс Да Гот рай Ну бывает такое в доте 400 пинг Нет XD Это лицо вот этого ската Типа пинг 400 XD Ну это тиммер отключился от игры Но настолько типа висит Что даже сверху Он не отключился Его еще не отключили А потому что он же подключился Но это кстати жестко Слушай вот бетрайдер Все днем вот так вот летит Просто ловит чайны Надо все таки ему что-то придумать Как ты знаешь Как ты через Рошана залететь Я не знаю Он шел вард ломать А вард ломать Да Он прям тычку дает То есть у него они поставили с Андрея Как бы у них там вижен Давайте сломаю Ну да Потому что он ничего не боится То есть нечем продолжить Он просто сожмет бкб Походу пацаны в горячую картошку гема Они просто дают герою какой-то гем И он идет фидит А у кого кстати сейчас гем Может я придумал одну игру В зомби вроде В зомби? Вроде же Не-не-не У Депресс Кит Но он был у него вот в этом слоте Выезжает на Эггс Хочет добивать Рошана Просто подпилми спокойно Речь надо нажимать Забирать Рошана Кирит Депресс Кит ворует Аегис Тут же его Вбивают из него Хеллскрим Вкатывается в Вивера Вивер Вивер Не успевает Успевает мату таймлапс Красавчик Вивер Стелкома Депресс Второй раз будут его убивать У нее нету реминатов Но есть БКБ Маларин просто всех пилит И там буза фармит Слушай опять Отличная игра Депресс Кита Непонятно кто-нибудь сделал Так Скидывает себя Арчит Маларина Убивает здесь Пашка Кирит Джоджа Тультфея Да шо? Слушай очень тяжело Уже этого Тимбера Контестить на самом деле Вот Сейчас тут можно Тоги Боя нажать И посмотреть Сколько он урона Нанес за этот файт Потому что мне кажется Там вот он На уровне Василия 5000 накидал Ему просто Ты не можешь его убить За все свои кнопки А он тебя может У него Юл Микро Юл То есть нам нужен Хекс Что-то такого формата И у них очевидно Его нет ни у кого И я боюсь Что у них нет героя Которые даже в потенциале Потом захочет его собирать Только Эмбер Но нет Да вроде То есть у них не Башек Его можно будет убить Только с какой-то рапиры На вивере Как бы это ни звучало Вот Вивер с рапиры может Из Дейдаллсом Но я не уверен Что у него будет В этой игре И то и то Да Вот Арчи Ему хочет загрязить Купить сатаник себе Ну салли есть еще слот Вот Арчи тоже есть Блоттор Просто сатаник Звучит так себе В том плане Что опять же Это слот для вивера Без демеджа Почти никакого не дает ему Согласен Он здесь не то чтобы Знаешь Как-то может мэнфайтить Кого-то Да Вот сейчас он просто В файте Пытался выжить На жалмат Просто убежал Ай Выживает Народ 5 хп Осталось у Хевана Да Тут 2 ю И вообще Как же Хорош Ну в смысле Этот Штормкрафтер Да Очень приятно Нету контроля Просто А теперь Что Тимбер Купят Значит Обычно Берут либо Даггер На силу Либо Хекс Вот Еще Можешь загрязить Ю Вот такие вот Варианты Как тебе Вариант загрязть Худ Не Рыбу Вот Как он называется Сила Не-не-не Ну ты понял Нет Которая Спала Сил Дает Забыл название Этот Ну в общем Не важно Ты понял Меч Паладенсворд Да Нет Худ Грейдится А В Не очень Хорош Шмотка На Тимбере Особо Много Не дает Тем более Здесь Маги Его не Пробивают И в Маги Здесь Его точно Не Убьют Скажем Так Депресскид Успевает Задоджить Отличная реакция Задоджил Не лосо Да Не лосо А просто Нападение Тут Репресс Надо давать Надо давать Наверное Что Не жалей Не жалей Он не видит Он не видит А самая история Имбовая Шмотка Да Съели Зоби Зоби Выкупил Свернулся В игру Съели Никому полезного Не убили Тут станет Депресскида Продлевают Где Где Васик Где Васик Со вторым лосо Надо нажимать Невидимость Неуязвимость Отдали Гем Так Депресскида Очень неприятно Замедло Работает Ну ура Упадает Стану Ваши Крок Кома Потратил Монтую Может быть А тут Маларин Прикой До свидания До свидания Пропил Просто убивает Всех В страхе После этого Уходит С базы Но На самом деле Думаешь Фейка Уйдет Куда-то Шанс Есть Даггер Но Как засовить Бараки Теперь Непонятно Я не понял Вася Нажал Второе Лосо Очень долго Он его не давал Надо смотреть Сейчас Когда-то Появится Файтер Рекап В итоге Боя Снова Смотреть Потому что Да По 6 тысяч Нанесли урона Ну тут С Тимбером Конечно Ну вот То, о чем говорил Сигнал Человек Очень хорошо О, нападение От Пашка На Наикс Хватит Демеджа Убить Наикс 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 Убирает Пока Мы здесь Смотрели В итоге Боя Как-то Видимо Шипс Он Сатаник Что-ли Потратил Ну Либо Наоборот Не Потратил Отлично Ворвался Паша Законтролил Маларин Маларин Надо Выживать Все Все Потратил С Телком И набирает Привосходство Уже Плюс Лот У него Будет После Драг 26 Левел Талант Какой У него Интересно Джимина Это 4 0 1 Кстати Вивер Играет Без ошибок С Телкома И этого Не хватает Да Этого Не хватает Но Как мы Говорили Игра До Одной Ошибки Вивера Вивер Пока Не ошибся Поэтому Игра Еще И Продолжается Но Возможно Мы Ошибемся Потому что Возможно Что Он Проиграет Даже Не Сделав Ошибку Да Такой Тоже У него Уже Минус Две Стороны Минус Последний Т3 И Выигрывают Они Только Хорошие Действия На втором Рошане Третьем Рошане Да То есть Поддержатся В игре После Всего Этого Еще Здесь Они Передумал Делать Кстати Себе Iron Диск Делает Все Так Линк Сферу А Heaven Как раз Хочет Себе Купить Хекс Оптимистично Конечно Но Почему Бо И Нет В перспективе Если Соберет Это Будет Очень Полезно Пока Проблема Небольшая С тем Что Сейчас Все Еще Деф Да И Все Еще Арчит Здесь Дебрис Сфази Танго Такое Огненное Так Я слышу Арчит Снова Манта Снова Лотус Ну Пытаются Типа Доесть Этот Табр Да Три Можно Нажать Продать Фальконблейд Купить Линкен Сферу Уже На коме Можешь Продать Мидасик Не Линка Дает Монореген Этот Минка Ты хочешь Иметь Что-то Лучшее Чем Мидас Или Фальконблейд Хочется Просто Плюс Два Слота Вместо Них Может Бабочка Какую Не Знаю Ну Да Но Попозже Я Думаю Что Будет Не Бабочка Хотя Вообще Типа Счета Как будто Сургите А кто Тебя Бьет Бабочку Никто Небьет У кого Ничего Нет Слоты Укончаются Чтобы Что-то Посмотрим Так И что У нас Готовится И одна Вторая Команды Кучкуются Уже Хотят Нащупать Для Файтера Фреж Готов Паша Наконец-то Добивают Четыре Слоты Т4 Слоты Наконец-то Ребята Из Неби Только Сейчас Интересно Будет Ли призму Брать Бэтик Или Тимбер Или Они Оба Не Будут Потому Что На Тимбер Очень Хорошо Выбит Так Взял Нападение Какое-то Кто Мерш И Мерш Бэйбэка Убить Сразу Не Жалеет Не Жалеет Хорошо Да Отлично Вася Надо Отходить Очень больно Вивер Делает Да Надо Дальше Так Маларина Хватит Дэмэджи Его убить Вилка Пугает Маларина Спивает БКБ Нажать Так Депресс Кит Не ошибается Не ошибается У него нет Реминантов Но Вивер Здесь Очень больно Сейчас Будет Бить Найкса Найкс Нажимает Сатаник Отходит Паша Потратил БКБ Прыгает Куда-то Паша Прыгал Контролит Найкса Успеет Нажать Рейдж Так И Мэнфайт Сейчас Вивер Найкса Кто-то Перебьет Депресс Кит Потерял Позицию Все-таки Будет Умирать Но он С байбэком Прилетает На реминате Все Отходят Так С целком Пытается Убить Маларина Хватит Ли дэмэджа По идее Да Хватает После Байбэка Депресс Кит Убирает Вот они Убили Эмбера И сразу Укупаются Убеда Тоже Больно Паша Врывается Не в один Ли конец На этот раз Есть Детекшн Будут его Догрязать Но Баша Еще Нужен Баша Дош Проходит Дош Проходит Паша Контролит Найкса Все еще С целком Уже Трипл Кил Надо Добить Маларин Надо Добить Пашу Обязательно Залезает Маларина Так Не хочет Пашок Умирать Вообще Никак Хеллскрим Отходит Обисел Обисел Первая Ошибка Нет Байбэка Все ГГ Отлично Паша Кстати До сих пор Жив Паша Красавчик Это герой Но Такие дела ГГ Слушай Отличная Карта Дрон Падает Слушай Ну У Немиги Было намного Проще И лучше Так Но Играли Они Не сильно Лучше Чем Ребята Из парней Поэтому Я бы сказал Парни Играли Хорошо Но Пашок В частности Как он Врывался Сколько У тебя Опций На этом Героя В такой Гре Внести Импакт Только С даггера Врываться В нужный Момент Он Отбегает Обычно Дает Ульту И Если Его при этом Не трогают Значит Даггера Делает Очень удобно Но По итогу Мы видим Что Хоть это И было Очень Напряжено Одни Что-то Подрались Вторые Что-то Подрались Байбеки Рошаны Очень много Вот этих Моментов Из-за которых Можно было Зацепиться Все равно Такое чувство Что На вражескую Половину Игра Никогда Переходила Со стороны Парней То есть Они все время Играли Где-то От своей Половины Дефали Где-то Вот там Но у них Был один Заход В смоках Где в итоге Наверное Так тоже Можно выиграть Но очень тяжело Если ты не делаешь Каких-то Контр-упадов То есть Они не Крипскипали Они не Выходили Супердалеко В сторону Вражеской базы Они постоянно Были Где-то Вот у себя И сейчас Будут хайлайты Я тебе уверяю Они почти все Будут со стороны Рейдинг Это несомненно Насчет Крипскипа Они все равно Они все герои У них набирали То есть Там хоры Были большие Не знаю Мне понравилось Как парни играли То есть Из той ситуации Которая у них была То есть Там знаешь И Аегис Украсть Вот этот депресс То есть Не украден Аегис Ну как Как дальше играть Или Когда Вивер Вначале забрал Аегис тоже Вот Надо было Шарт на Инчу купить Вот что я думаю Ну вообще Он этот Очень-очень-очень Много денег Выкачал С карты Торчит Купил Можно как раз таки Посмотреть Последний момент Финальная драка Хорошо что здесь Лассо нажал В зомби Потому что У зомби Не было байбека И все Но файт шел Настолько долго Что он вернулся В файт Кстати Вот как будто Какого-то фокуса Не хватает Они вот ездят Одного цепляют Второго цепляют Убегают Здесь живут Мне кажется Депресс Не стоило умирать Здесь Он как-то Вот Вивер Просто всех здесь Пилит Он там Трипл килл Сделает Вот сейчас Ошибется Депресс Как-то Я не понимаю А просто Потерял У него Ремнентов Не было уже Не-не Он Видишь Он назад Откатил Ремнант Просто не успел Нажать Вот И что А Тимбер Байбэкнулся Здесь Вот момент Когда они забирают После бая Эмбер Спирит Который опять же Вернулся На того Ремнента То есть у него Снова ничего не было И он такой Выкупается Потому что я знаю Что Эмберу Не будет стоить секунд Все Мы идем заканчивать И на самом деле Его бай Здесь тоже немного Спас игру Потому что Пашок Смотри Там живет Там что-то Эвейт вылетает Что-то еще Потому что шмотка Эмбай нейтральная И вот тут он подходит Просто Испитывает Вилка Почти доела Да-да-да Это отличная игра От Малорина Просто подошел Видишь Несмотря на рут Идет-идет Ой, хорошо И здесь сейчас просто Он был достаточно близко Чтобы Вилк у него сел И начал регениться Ну и потом пропил Пропил Пропан Пропил, да И сейчас вылезет Вилк Скажет Еверу привет Потому что Ну вот Даже на таких слотах Которого там Всю игру собирал Он не может файтиться с ним Не может, конечно Вообще никак Он может его бить Если команда помогает Да-да-да Если Снаикс стоит в контроле И убьет его довольно быстро Но чтобы бандфайтиться Конечно никак Против Снаикса Там и башек есть Там и отжорку никакой Так И хочется сказать Что не хватает Какого-то там Бестмастера Энигмы Что-то вот такое Но Энигма была в бане Вместо Бестмастера Праймал Бисту Которого тоже вроде как Ну вот этот контроль Достаточно крутой был То есть мне Не хватает героя Какого-то вместо зомби Вот знаешь Дазла Мне опять не хватает Дазла Который будет в этой игре Виверу давал бы опцию Играть Он бы давал контроль Вот с этого сопливого Ну да Слушай Мне кажется Все-таки фп зомби Наверное откажется От него какие-то команды Потому что Ну вот такой зомби Фп не нужен Правильно? По факту Он ничего не делает То есть никому не мешает Тамба Абсолютно Никому ничего То есть Есть файты Есть Смотрели в одном этом файте Где они вернулись Бить тамбу Ну когда-то То есть Вчера по-моему Файты окончаются И такие О Там же тамба стоит Пойдем Так и здесь Большого импакта не было Ни от зомби Ни от его тамбы Поэтому непонятно Сейчас Что мы-то все это обсуждаем У нас же есть Мистер Дабузаец Ну знаешь Вообще Все-таки Импакт был Какой-то Если бы Ну вот как я сказал Если бы оффлейнеры Ну 3-4 Немиги Сыграли плохо То Возможно Да Они просто все грамотно сделают Ну да То есть это плохо Когда ты не можешь повлиять ни на что Да Сейчас мы передаем слово нашему аналитику Мистер Заяц Здравствуйте 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 На самом деле Уже многое сказали по поводу этой карты И в целом То, что обсуждалось с вами на драфте И то и сбылось в игре Потому что проблема того же Тимбера Которого не убивают Не получалось решить на протяжении всей партии Но мы начнем с самого начала Как раз таки отметим Первую смерть Тимбера На ранних таймингах Стоит сказать, что это смерть Которая будет единственной На ближайшие 40 минут После этого Тимбера просто не убивают Уже до лейт стадии Когда вивер расформится До невероятных масштабов И первую часть Немига проводят с очень агрессивным виженом Чуть позже о нем у нас скажут Также комментаторы Но при этом Он начинается буквально с десятой минуты Первый вижен Который ставится от них Дальше он контролирует вражеский лес И по итогу переключаются на вижен Уже более агрессивный Перед тем, как заходить на Арашана Плюс вижен будет поставлен Еще и под выход Непосредственно из-под Т1 Что сейчас можно увидеть На повторе на миникарте Что позволяет Спокойнейшим образом Забирать таргеты В чем смысл этого вижена Немига просто Всегда знают Где находятся парни И спокойно Никоим образом Не страхуя Не выходя Какими-то суппортами Для того, чтобы Развеять какие-то смоки Понимают, что противник Находится на нижней линии Они же могут Заниматься своими делами Они могут забирать Себя Аэгиса Переключаемся На последующий файт И вот ситуация Почему Андаинг не поставил Ту самую тамбу Андаинг идет под смоками И идет он в самом Глимере Который мне кажется Где-то даже Мешал ему В некоторых игровых ситуациях И понять Что его видят Под центре Соперника Который поставлен Естественно здесь А не в дефолт На месте Поэтому вижен У него больше И андаинга Уже видят Он сможет В тот момент Когда через секунду На нем будет уже Сайленс То есть по нему Дает первый удар На нем сайленс И он уже не может Поставить ту самую тамбу Естественно Поставить ее На какой-то хг Было бы отличным Вариантом Но если бы Просто он шел На ноге Если с него уже Спали смоки Поставить тамбу В подобную зону И проводить уже файт На своих условиях Следующая же ситуация После выбитого Аэгисом И драки Нарошанем Где пытаются Драться под Вражеским Хайграундом И опять История печальная С виженом Не успевают Подойти с упорта Энчантрас находится Слишком далеко В этом файте Он находится Практически На бот-линии Также и не успевает Среагировать Эрспирит Который будет заниматься Тем, что вместе С тиммейтами Будет весь фокус Снимания уделять Тамбе от зомби Это позволит Паше Выиграть себе Еще несколько секунд Пусть в целом Файт, естественно Для парней Здесь не закончится Успехом Вторая смерть Тимбера Проходит 44 минуты Скажем так Закрываем этот гештальт Который парень Пытались Всю игру разыграть И байбэк Эмбера Который хочется Еще раз обсудить Потому что байбэк Был абсолютно Бессмысленным С точки зрения Какого-то импакта Тиммейты уже Уходят из этого файта Такое чувство Они то ли не договорились Да, Вивер здесь Побежит убивать Тимбера У него это опять же Получится Но Эмбер прилетит Ради того Чтобы одну распрыжку Дать на молниях И после не сделать Ни одного удара Его просто бросает Вся команда Уже находится феечка Где-то на базе Которая да Идет с байбэка У нее вариантов Других нет Но в целом Врывается он просто Для того чтобы Еще раз отдать Свою жизнь И после этого Будет падать Хайграунд Не знаю Мне показалось Что просто Это у нас было ожидание На протяжении 40 с лишним минут Как Немига Уверенно выигрывает Эту карту Потому что Расформившийся Вивер Проблемы-то по факту Не решал Он почти решил Почему Не знаю На мой взгляд Парни были очень близки К тому чтобы это выиграть Вот этот финальный файт Как-то где-то чуть лучше И все Там еще история с тем Что у Вивера Что-то в районе 4 золота Не хватило На то чтобы он накапал байбэк Он мог вернуться И они написали уже ГГ Но у них в принципе Падали-то 4 Падал трон Там уже это не решало А там уже героев не было То есть один Вивер Там против Питерик Никак не воюет Без БКБ Да мы в целом И партии у них происходят Такие истории Когда остается один Какой-то кор Которому нужно просто уходить И сейвить свою жизнь Вместо того чтобы драться И Вивер здесь Ну по-другому просто играть И не может Ему нужно чтобы был Какой-то фронтмен Который отвлекает на себя внимание И пока Праймал Бис жив Да у него есть такая возможность Он выпадает из игры Вивер остается один Но он естественно Не пойдет торговать своим лицом Ну не знаю Мне в целом понравилось Как играли парни С драфтом Который на мой взгляд хуже Даже не хуже Наверное сложнее как минимум То есть Миг играть правда было довольно легко А вот проблема Тимбера То что он так долго живет Что его не убивали На протяжении Этих самых 35 минут Это нормально Или все-таки Нужно было искать управу раньше Я называю это проблемой в драфте Потому что Тимбер появился Ну Можешь сказать Не супер рано Но предсказанно Ожидаемо Ожидаемо Ожидаемый Тимбер И ты мог либо придумать героя Который заранее появится И что-то с ним может делать Либо опять же Не был закрывающий Вроде как Ты мог Баттрайбер взять На первый пик Это сейчас звучит как смешно Но до этого дойдет Сейчас от этого зомин ФП откажется Буду брать ФП Батрайдера И потом уже придумают Контроль Батрайдера И потом опять метод Немножко поменяется Короче, 23-м героем Или 24-й у них там был Я не помню просто Взять что-то не вивера У нас вот вчера мы пришли Все типа шикарно И 24-й там вивер появляется Мы такие И что делать То есть ему нужна Ленка, БКБ И все прочее Он никого не убьет Здесь та же самая история То есть ему нужна была Ленка Ему нужен был Сатаник Я не знаю Ну то есть какие-то Вот эти вот сейв-слоты Манту он купил И по итогу просто Он не может файтиться На мужика Не может То есть он не медведь Который нажал Райт-клик Направо вот куда-то И пошел Он не лайфстилер Он не сларк Он не джаггернау То есть у него Ни обилок дамажащих Ни артефактов дамажащих И получается все герои Как раз таки почему То есть живет Тимир Потому что нет медведя Или МК Который его съест А нет ли ощущения Что в принципе Undying переоцененный Сейчас вот суппорт Которого ферстпикают Постоянно Потому что мы видим Там прошлый игровой день Где у него Не самый лучший винрейт И его очень часто Не получается использовать Он выигрывает линию После этого теряется И там бани становится Каким-то ультимативным Аргументом в файтах Не знаю Я думаю Что главная проблема Это то что Многие команды У них отсутствует Какой-то вот человек Который вот прям Приходит Придумывает мету Они большинством Своим подстраиваются То есть они не пытаются Извертать героев Они говорят Ну мы сыграли там Вот с новями ДБ очень жестко Нас раскатали Мы взяли ДБ Пришли Поиграли с ребятами Там с третьего дивизиона Взяли ДБ И очень плотно Раскатали Ребята там с третьего дивизиона Пришли Ни с кем не сыграли И у них тоже все нормально И по итогу У тебя во всех матчах ДБ Является ли она лучшим Или худшим Они даже не пытаются проверить Они просто взяли И просто играют Просто по кайфу И так они пришли К этому зомби Что где-то кто-то выиграл А при этом Берем мажор Берем финальные дни То есть Дабл невеж второй патч Тем не менее То есть бабка Получала ли она сильные нерфы Вроде не получала Прикольный шарф получила Можно там придумывать Бабка посложнее чем зомби Феникс какой-то То есть У тебя есть же опции Какого-то героя Прикольного взять То есть Если хочешь за секьюрити линии Опять же дазл Он хуже не стал Не стал Определенно не стал То есть Ну Детать Но чуть-чуть подрезали Но основной функционал Остается с этим крестом С этим крестом С этим шардом Самое главное То есть Все еще кидает сопливого И как будто ООЕш не дизейбл Минус все иллюзии Ну и т.д. и т.п. Поэтому Я думаю Что когда-нибудь Команда Вот какая-нибудь Условная Ближе к финалу Этих квалификаций Придем И будет Игра Не вот то Что мы сейчас смотрим А старый добрый мажор Собственно ФП дровка Потом Потом Дабл пик Мипа С Я не знаю С бабкой Например Потом Митривер на И ГВП Сейчас просто история Что новый патч Все хотят что-то попробовать За то чтобы случайно Не упустить имбу Которую все вокруг Будут выигрывать Ну да Логика такая Было мнение Что зомби имба Но как мы видим Не такая же Такое ощущение Что это сарафанное радио Кто-то сказал Кто-то повторил Это Ренат сказал Ренат сказал Зомби имба Он виноват Получается Я даже говорю Что в рамках То есть Очень многие еще Стратегии берутся с паблика То есть ты приходишь И в паблике Зомби супер имба Потому что там Все играют В позиции 3, 2, 1 То есть куда-нибудь И идут У них много денег На деньгах На быстром агониме Он там разрывает Вообще бесшансово Но здесь это пятерка Всегда пятерка А зомби не имба Когда тебя законтрили Когда ты никого не контришь То есть Когда ты стоишь Против двух силовиков Миличников Да, зомби имба А когда вот Против тебя пулит просто Ты в тильте на зомби Ты не знаешь, что делать Опять же Приходишь в паблике Сидишь и думаешь Я буду тройка зомби Условно Появилось 2 саппорта Вторая стадия То есть 4 героя Которые не знают Что ты зомби Уже в пуле А здесь вот зомби фп И 5 героев берутся Против которых зомби Не супер рабочий вариант Ну это в принципе Мне кажется Довольно странным Если будут Профессиональные игроки Равняться на паб стратегии Потому что тут Против вас играет пятерка Которая знает Как работать Как сделать фокус По тамбе и прочее Ты тут серьезно неправ На что еще равняться Если на паблик То есть вот приходит Амар и устраивает тебе Этот самый тест героя Ты говоришь Медрис от левел зомби Все, мы берем его Нам ничего не надо Объяснять или думать Но мы видим надежно Как швейцарские часы В данный момент работает Да, но пока Из приятных новостей Герой просто От того и надежен Да, да, да Пока мета о том Что мы баним ДБ Баним Чена Баним Энигму То есть у нас Более-менее хотя бы Первая стадия устаканилась За первый день Но Чен сейчас По-прежнему остается силен Его как раз таки Не сильно переработали И в принципе Где-то даже дали ему Дополнительные бафы Так он же не вылезает Из банов и спиков Его либо банят Вчера он появлялся Как раз таки Несколько раз В играх И в принципе У него там винрейт Что-то в районе По-моему 75% В Эчер В Эчер по-моему Три игры сыграли На третьей вроде нет Вроде без него Потому что я не помню На самом деле точно Но первую они взяли Выиграли В третью взяли Прииграли И третью тоже прииграли Но Чен там был хорош Проблема не только в Чене Это просто мы Чена берем Потому что он как раз таки И в пабах обладает Сумасшедшим винрейтом В принципе на прост сцене Тоже если мы видим На турнирах Это как Энигма Которая появляется редко Но все-таки Всегда выигрывает В принципе такие герои Они не меняются На протяжении всей Доты Но сейчас она часто Будет появляться уже Или ты имеешь в виду Редко появляться Она сейчас будет появляться В банах имеется в виду Мы ее не увидим В играх Не выпустят Но скорее всего По крайней мере В начальной стадии турнира Да скорее всего Это уже ближе к самому Там Интуг Основным там играм Где в принципе Работа больше по каким-то Сигнатуркам наверное Ну там вообще Пул расширяется Потому что там Разные регионы играют В разных регионах Играет по-разному Своих героев рейтит Своих каких-то рейтит Каких-то не рейтит Вот Поэтому На Инте Более как бы Выборка героев Большая Нежели здесь Здесь я думаю Примерно одинаковый Одинаковый драфт Мы будем видеть Хорошо В ожидании драфтов Вот сказали Undying не имба Имба по вашему мнению Этого патча Что-нибудь Бэтрайдер Чен Ну Энигма 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 Очень хорошо Да Хорошо Все Отлично Мы закрыли этот вопрос Команда знает Что нужно пикать Это типа Те драфты Которые прям Супер хороши А пока Обновленные коэффициенты На серию Это 4.2 на парней И 1.22 на Немигу Ну в принципе Все предсказуемо Будем откровенно Ну то есть Немига Видишь По мнению И чата И нашего партнера Сразу были Небольшими Но фаворитами Ну в чате Супер большими фаворитами Там вообще 80 на 20 Я Мне просто кажется Что чат еще посмотрел Вчерашнюю Грюгу Где появлялся Рики тот же самый У парней И они такие подумали Ну в принципе Немига нам нравится Изначально Все будет хорошо Я жду от Немиги Все-таки Кунку У них слишком много игроков А я жду Рики Мару Это с Телкома Мне понравилось Вчера Я хотел посмотреть Но не очень понравилось Хотел посмотреть Вот на Рики Который 20-0 бегает Хочу увидеть Ну вряд ли конечно Меня слушают сейчас Пикнут ради этого Но я как-то сидел Комментировал Юго-Восточную Азию И там ребята Ля Равина Я видел эту игру Взяли И он играл Там один Пятнадцать А нет На кэре Раскачка Типа формата Сейчас скажу Один Четыре Ноль Нет Наверное Один четыре Один Плюсики Типа До упора И так далее Или вообще Бессмакан Короче супер Мемно играл И в итоге Просто выиграл За счет команды Выиграл? Ну все Ну один пятнадцать Победитель И потом выводит Статистику У него винрейт Там восемьдесят процентов И такие игры Никогда не учиться Потому что циферкам Тоже доверять не надо Кстати Вопросы про ему Мы уже увидели Эту легендарную игру С Пуджом Которую Где не получалось Его никак убить Давайте посмотрим Пикибана уже Следующие карты И на практике Зомби от парней Они решили Что типа нет Это слишком жестко У них ФОП Поэтому реально Ты понимаешь Они реально Из ситуации Чен зомби Забанили зомби Вдумайся Это либо Это супер план Возможно Отдать Чена Какой-то прям Супер план Возможно Вот получать Бэтрайдера Но как будто бы Немига лучше патч почитали Как будто лучше готовы Пока это так выглядит На первых На первой стадии драфта Может конечно Потом парни нас удивят Но пока Не знаю Ну мне уже не хочется Играть ни на Марсе Ни на ДБ Точнее Ни на ДП Потому что вот Я понимаю Что они очень рано Могут пойти И у них есть все Для тимфайта уже То есть они могут Добрать любых Плюс трех героев И все равно Будет очень сильный тимфайт Знаете Здесь вот вопрос Вот эта ДПшка Это сразу в оффлейн Или они ожидали Бэтрайдера И считают Что ДП стоит Хорошо против бета Вот что интересно А стоит ли она Хорошо против бета А я не знаю Я думаю Она нормально стоит По идее Я просто боюсь Что если вот Ну я каждый раз Сижу и вспоминаю Условно Берр Штормера И я думаю о том Что возможно стоит Но на самом деле Непонятно Потому что На самом деле Бэт же еще Видишь У него раскачка Может быть На удивление Скажем так Сделать тебе раз Там бочка Лебел 2 на 4 И ты такой А что делать То есть просто Как покончилось То есть он всегда Может где-то Как-то подцепить Как-то удивить Как-то напасть Ну да, знаешь Бэт один из этих Героев как раз Старых школ Которые убивают Один на один Да Давно никто Один на один Не убивает Это же очень важно Это же очень важно Бэт может это сделать Вот банят Те же баны Лина, Войт Кускар был Да И кто-то еще Я не помню Кого они второго Брад Джиггернаута забанили Парни А Немига забанили Сларка И плюс один Опять Я так понимаю Немига флексит Этого бетика Также в оффлейн Не знаю кстати Играть в нем мало Давай тогда убирать Сларка Да Наверное так же Забанят они Просто опять же У тебя вот будет Сларк Будет Марси Будет Белл Сларк Я не про то что будет ДП И как бы ребята Играют от большого Кулдауна Без обилок Без ничего А у тебя чен Тебя бет Ну тебе какая разница Ну ты не можешь Не очень что-то поставить линей Ты просто пойдешь На пятнадцатый в трон Смотри кстати Да Так же банит Хускар Так же да То есть идея Какая То есть до этого был Эмбер И я могу понять Почему я баню Хускар Почему я баню Лина Ну да Чтобы ты не стоял На Эмбере против Хускара Видимо ДП сразу три Какая-нибудь Если не пять Просто доптемп какой-то Убрать сопернику Возможно просто Немига Хускара Инжоеры Эверич Эверич Хускара Инжоеры Да И об этом знают Как раз парни Поэтому банят Для кого-то Не знаю Не видел я Немалрина Наверное Ну Никилиточа На нем Ну наверное Кто-то из них играет Никилиточа Я видел Ну опять же Может быть Знаешь Ты сидишь Думаешь Ну мы отдали Чена Вроде как бы Не по кайфу будет Если придет Чен С крипом Плюс что-то такое Потому что по итогу У тебя Хускар Потом стоит Своя линия соло И Чен легко Бегает по карте Напрягает Торт напрягает Мид Фармит лес Ну то есть как Собед делал На Инча Когда что-то происходит Просто арчит Появляется у героя Так и здесь Ну да То есть у тебя просто Будет какой-то Ну это на самом деле Прикольная тема Потому что из-за Замедления всего Вот этого Поступления экспириенсов Героев Взять кого-то Кто может подфармить лес Как саппорт То есть ты все равно Сейчас Кэрри Не пойдет туда фармить Прямо сейчас И ты можешь получить Лишний доп экспу Да нормально То есть сейчас Имеет смысл брать героев Которые долго могут Стоять как раз Свою линию Типа Найкса Да-да-да А саппорт Который может Подфармить лес То есть как-то справиться Ну что минус ларк В итоге минус Пять берут эмбера А что Дабл пик Какой-то можно сделать Очевидно Какой-то можно Очевидно Какой-то можно сделать Давай придумаем Кого можно сделать Да Вот у нас есть эмбер Да я бы так же Пидал бы этого Эмбера Некролитом Как делали Аутсайдерсы Некролит Чен Да вот это вот Да-да-да Я уже представляю Как это круто будет А потому что Почему бы и нет Ну я не знаю Возможно у Малдрины Еще какие-то Есть герои Лишрак На паке он играет ТБшка Интересно кстати Ну это распик В даблой Поэтому видимо у них ТБ течис Ну мне нечего На это сказать Абсолютно Я супер течис Энджор Как ты говоришь То есть не эверич Я прям вот Я на самом деле Супер был Энджором Старого течиса Потому что Ты мог проигрывать С 40 тысяч Но быть героем Который шотает Любого вражеского Что было супером Боя Я удивлен был Почему так редко Им пользуются Сейчас он Чуть более забалансирован Но все равно Жутко бесящий Ну не так как раньше Конечно Слушай Раньше его не брали Потому что Ну кодекс джентльмена Не-не По разу бывало Ну кто-то его нарушал Призовой фон побольше Там кодекс джентльмена Уходит на второй план Короче смотрел В первой доте Реплей СП Лиги И там был Кура против Пупея На центре Миньер против ЦМки Вот эти тогда Легендарные игры Да 23 урона на старте И он закончился С теми рапирами Там вообще Там супер была игра Потому что Они один на один играли? Нет Это был пять на пять И у них просто центр был Один играл на ЦМке Второй на Миньере Прикольно Там вообще рвань была Ты че Я был такой душевный Я вот знаешь Типа школьник Нашел репку Про игроков Там все дела Я понимаю Причем на первом турнире Именно Кура Меня выкинул На который я играл в жизни А меня на первом турнире В моей жизни Выкинула команда Даниш Бирс Не помню кто там играл тогда Ну я знаю их Мне кажется Самый Тутиар должен играть Который Айс Что-то такое Ну Айс Может быть Похоже Это Ханскин какой-нибудь там Наверное был Не я думаю Не было тогда еще Ханскина Ну ладно Не важно Как к Фантомке относитесь В новом патче Отвратительно Ее вроде Ее подрезали Что-то венриты Там везде упали И вчера у нас были игры И что-то Непонятно Мне не нравится Что у них опять Эта вот история Что ДП у нее Ноль контроля Эмбер у него Крут эффект В Марсе там Прыжок И у Фантом Ничего Нормального стана Просто нет Да Напасть нечем И тебе надо убивать Все Здесь все Как-то правильно Быстро А как Вот как мне подцепить Бэтрайдер Как мне линию Против него постоять У меня пока нет Ответов А матчап вам Пашка вообще ТБ Как Мне казалось Что ТБ Хорош Против Пашки Достаточно Я слышу Что Фантомка Крута Против героя В котором она Пассивку снимает Ты прыгаешь Ждаешь шарт И как бы имба ТБ пассивок нет Ему без разницы Банят Дэсика Сейчас смотри Супер мысль В любой ситуации Ты думаешь Сейчас возьмем Фантомка И крепко будет Возьми Пуджа Возьми Пуджа Его заплатки Будут явно крепче Понятно Не кажется Что жадновато У парней сейчас По драфту смотрится Все Достаточно Ну то есть Файтиться нечем То есть Обжект тебе дефать нечем У тебя вот Любой момент Вот Чен Вот первый пик Первый героик Который появился в игре Чен Значит Они пойдут ломать вышки Пойдут И ты берешь Эмбера Который не очень хорош Дефи Депэ Который на волну пускает И все Фонок Который вообще не приходит Кстати Феникс Феникс Грамотный бан Просто у них несут Те самые вышки Заставят уходить в лес А леса на всех не хватит Очевидно Да То есть Ну надо быть Клипскип Ну там знаете Можно драться Эмбер Марси Плюс один Вот сап Как раз Вот с Фениксом Было бы круто Но Феникса забанили К сожалению Для парней Вот И можно Можно как-то Наводить шорок Давать фантом Киспейс Сейчас непонятно Без Феникса Кстати Вдумайся Я короче Почти на 100% Уверен Что ДП должна быть Какой-то там Пятеркой Потому что Иначе у них будет 24-й пик Это пятерка А это очень плохо Вчера так Варлока пикнули Который дал Два голема За всю игру Ну он мог Дать супер голема Но он был пятого уровня Он почти Он мог Он мог Это был идеальный момент Там реально было близко Я смотрел Думал Сейчас удупает голем Он всех убьет Но он не упадает Потому что он пятый Это эффект бабочки Который там Игру возможно проиграл В целом ДК Так Ну и то есть ДК какой-то Добавляют все еще Возможность И бета в 3 И ДК в 3 Ну да Такой флекс остается Сейчас посмотрят Да Типа на ласт пик Верная пятерка Пятерка верно Против минера Сошел очень плохой герой Да почему Ну потому что он впрыгивает Как бы Ну ставит 3 мины И не важно То есть если герой Приморозил своего То он умирает Против ТБ неплохой Опять же бетика останавливается Против Чена тоже Вчера мы видели Как бетик нажимает БК Белла Просто курсу Его убивают тиммейты Но он выиграл Он выиграл Да Это правда Так в Азе в итоге У нас ДК То есть Малрин будет на бетике играть Посмотрим сейчас Других игроков На первых этих персонажах Вопрос Напрягает ли ДК Течис Да Тебе хватает Станы Чтобы впрыгнуть На этот раз Зомби нет Который мог бы дать Фантомке Там ранний левел Раннее кольцо То есть Скорее всего Фантомке будет Плохой старт Не как вчера у Алика Мы видели Там БФ на 10 У Витюна Мне кажется Сейчас такого не будет Кириточ по идее Должен фрифармить С Ченом против Паша И в миде У Малрин Все будет хорошо Не знаю Вообще Паша Если придется Винтри верно Типа два рейнджа Возможно не все так плохо Но по идее Чен должен Нормально у него все будет Я уверен Они Они брали Этого ТБ В ДП Допускали Предикты за Немигу Как я понимаю Наши вроде как Да Нашего партнера Тоже они показывали Что там 1-12 Сколько там было Тоже да Ну давай так Они чуть лучше сыграли Они определенно лучше На драфте В моем понимании То есть сейчас Есть Светлое зерно В драфте Ребят от парней Они видят Что Немига ошибаются Что они делают Какие-то вот такие Странные мувы И игра все равно Выходит в лейт Даже при плохом старте И тогда Их лейт Рекор героя Плюс фантомка Она вроде как сильнее То есть в этом Есть здравый смысл И Нембер довольно мало У правы То есть если он Хорошо мид постоит А сейчас Ченкупи торчит Хочется верить Просто что Немига Тоже думают над своими играми И сейчас играют в темп Максимальный И не дадут выйти в этот лейт Потому что они могут Играть 4 плюс 1 И ТБ будет просто фармить Знаешь Они могут думать что угодно Но если они ошибаются То они ошибаются А если парни наказывают За ошибки То они наказывают За ошибки Тут можно думать Слушай ну где паблик На который подписаться В конце концов Ссылка в описании Зажмите банок По трансляции И там все есть Вот вообще То есть хочется верить Что они просто с Ченом Ну Субэ точно играл Мы точно это знаем И хочется верить Что они там Ну 20-25 край И уже будут подниматься Ломать Т3 Потому что герой об этом Купил Мекку Пошел Опять же знаешь Не на фиде Тембера Дать ему какую-то плохую игру И играть будет очень просто Ну насколько я знаю Насколько я знаю Эмбером невозможно Стоять против Бэтрайдера До шестого Ну до Ремнентов Думаю что можно Почему Ну потому что Если ты где-то ошибся Свою бочку Ты умер Ну да То есть тебе нужно Первый обилк Там возможно Там какие-то варианты Я слышал есть Как выживать Но в целом Учитывая что тебе Он сейчас просто кидает Стэк на палму И сбивает щит Ну если Ну не сбивает конечно Ну начинает Ну смотри Но если они второй раз Берут Эмбера В Бэтрайдера Второй раз То есть они понимают Что они делают Ну друзья Будем отправляться в игру И обсудим уже После второй карты Ну как раз Как раз сейчас посмотрим Этот матчап Но мне кажется Они это делают Целенаправленно Вот посмотрим Как Дипроскид Справится ли С Маларином Я уже Постать жду Эту табличку В сравнении мидеров Где можно будет Посмотреть Насколько Маларин То есть много наиграл Потому что пока смолк Я не понимаю Что у него там По ладу плюс Но как будто бы Тридцатый Понимаешь Да Действительно Тридцатый 2.1 Парни 1.72 На карту Да Собирайте экспресс В акции Фрибетов Участвуйте Жмите на баннер По трансляции Так Хороший выход От Паши Под вард Они всех видят Тут супер Такая странная Позиционка Сломает ли Радиант Вард Они не знают Они не знают Что здесь Не супер Дефолт Начальный вард То есть Не каждый раз Его ставят Причем Возможно Да Он появился Раньше Чем они Поставили Свод То есть Они еще Потеряют Свой Это знаешь Это Чену Просто Чтоб засекюрить Чтоб Чен понимал Да Где какие Крепы Появились Силкома Типа Собеда И Дает Собеда Собеда Дает Ему Плюс 50 А сломать Тут вард Который Ну Чен По идее Должен Знать Что он Сломали Вард Причем Если я правильно Понял Все ушли И он Икспу Типа Выкачал Сейчас Можно Чен На секунду Открыть Завард Не дает Меньше Икспу Сейчас Чен Плюс 100 Иксп Ну Если Чен Откроет Поймем Столько Леон Урвал Вряд ли Плюс 100 Меньше Да Меньше Да Возможно Просто Подсплитал Сейчас Условно Тб Посмотреть 25 Должно Да Я забыл Да Съел И другими Все равно Раньше Второй Апнут Это Конечно Не очень Много Дает Я Потому Что Можем Был Ему Отдать Вообще Фул Можно Был Это Было Очень Комфортно Но По итогу Давай Смотреть Бет Против Эмбера Минюр ДК Против Верны С Фантом Кай Вот Вот Сравнение 9 Игр 67 Винрейт 4 64 Получишь Но Игр Поменьше 6 Игр 9 Он Выиграл Ну ГПМ ХПМ Тоже Не такой Плохой Для Бет Так Вот Из важного Пошла Виверна Вниз Марси Пошла Вверх У тебя Получается Не 2 Ранжевых Героя Поэтому СТБ Будет Мне кажется Чуть Тяжелее Ибо Ему Не очень Комфортно Когда С ним Выбивают Реген И Виверна Делает Это Лучше Чем Марси Потому Что Она И Ранжевик И Обилка У нее Такая Фантомка Наверное Не очень Хочет Стоять С Марси Против Такой Линии Злой Хочется Какой-то Подхил Себя По идее На самом Ли В боте Очень Очень Сильно Зависит Игра От ДК И Тэшса Слоны 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 Жесткие Слоны Дамажат Они Вообще Не Прощают Так Го Пишет Хеллскрим Да Вот Как Отстает В боте Фантомка Это очень Важно Потому Что Если Он Пару Раз Щебется Там Взорвут Ее За Стан Плюс Треть Скил Тэшса Я Не знаю Что он Сейчас Взял Но Насколько Я Смотрел Я Успел Сыграться На Миньоре Он Очень Плотно Наваливает С первой Обеги Потому Что Ее Просто Вапнули Он И так Был Хорош Ее Еще Сидишь Просто Не Хочешь Посмотрел Обилка На Полздоровье Возможно Один из самых Сильных Таких После Цежки Зажар 25 Слов 15 Замедление Отзыв Тебе 90 Дем Посмотрите Фантомка Замедленная Бабах И Очень Неприятный Он Просто Памят Так Интересно Тут Отменяет Тысячи Все А в Миде Что У нас 9 2 Батрайдер И 6 Н Эмбер Пока Как будто бы Норм Это Руки Правда Проблемы С Небольшей Со Здоровьем Да С Маной Да По идее Есть Уже Ботал Если Надеть Креп Паша Паша Как Выжить Никак 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 Все Таки Знали Что Они Делали Типа It's So Bad Своего Кэрри Да Отлично Стар Для Кэрри Тем Временем Эмбер Принес Тапок Играет Без Для Лины Кончилось Плохо Там Лина Всполнила Как бы Как бы Это Сказать Ошиблась Если Здесь Попытка Взорвать С Телком Но Уходит Он На Стиках С Льва У нее Есть Все Отлично Будет Шесть Таков А Если Бочка Даже Бочки Можно Просто Как Лететь Первый Обновлять Бочка То Есть А Не Попадает Первый Депресс Сейчас Надо Ити Выровать В топ Руну Воды Останется Без Ресурсов Это Нормально Нормально Все Депресс Столько Жекрипов Сейчас Конечно Должен Будет Чуть Больше Иметь Но Нормально Стоит Здесь Тоже Удалось Тиригенить Правда Меньор Там Дина 4 Нжей Отрабатывает Значить За кустов Так Обстреливает Просто Привычка Осталась Что У него Не Очень Много Демеджа Да Сейчас На Мог Впрыгнуть Знаешь Типа На третьем Под Слов А Вот И оно Все Так Вот И оно Как Убивает Все Так Бэтрайдера Второй День Уже Один На Один Слушай А Че Умереть От Вышки Да Че Стоять С Таким Рес Типа Да Но У него Там Курьер Может Там Ласка Что Небудь Тапок Что Мне Подсказывает И Манга Да Ну Тирона Может Левел Нужно То есть Ты пойдешь На федиш Опять же Это Очень Долгий Рез И Ты Вернешься Убил Только Ради Денег А так Он Чисту Получает Да Нас Игр 58 Винрейд Нападение Фантом В виде Мина Из Лес Да Прикольный Герой И Слоник Здесь Кстати Да Тоже Слон Дивар Дивар Нормально Делает Это Торнадо Да 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 Причем У него Скажем Скажу Типа Уже Не кастует Его Да Я знаю Более Противное Но Меньше Длится По сравнению Со старым Торнадо Пенитенс Есть У Чена Можно Под форму ТБ Будет Напасть Где-то Убить Если Какого-то Пудручего Крипа Можешь Найти Ну Вроде Ослабили Он Не так Много На Первом Урод Не дает То есть Хочется Играет То есть Такой же Остался Четвертый Урод Пятью Не отбивает Здесь Умершенный Вазер Два Пассивка Тангус Крип Фантомка Надо сказать Добивает Крипов И все У нее нормально Кольцо Я так понимаю Уже себе Несет Да Вон Курьер Видите Из верхнего Магазина Ползет Вниз Фантомке Отличный Старт Опять Париж Ну Тб Чуть Получше Конечно Тб С Фб Я бы не сказал Что просто Есть Какая-то Линия Даже В центре Где Прямо Сильник Перевес Ну Да Прошлая Игра Была Там Тысяча Голды Здесь Тысяча Голды Там То есть Здесь Даже Убийство Нет Этого Преимущества Прошлой Зудья Прошлой Игра Полегче Было Это Сделано Здесь Более Матчап Правда Как мы Видим Кирид Разкрывается Пашка Хватит Дамаж Убить Нет Стик Пашок На тапке По идее Просто Отгонит От Экспы На Сали Все Равно Паша Грамот НТП Нажимает Слушай Зажать Увидели Же Увидели Сделать С ухами Этот Самый Торнадо И Пойти Ветер Не Хочешь Уметь Ну Ладно Просто Марс Убежала В центр И Поэтому Уйти На самом Если Утб Вкач Например Спел Ну Видим Есть Какой План Которого Они Придерживаются Да Можно Прыгать Не Стал Прыгать Особо Нет Смысла Здесь Пачка Крепов Значит Он Б Форманул Ее Не Знаете Вот Ты Сидишь Да Можно Отдать Все Вазе Но ДК Такой Герой Которым Лишних 50 100 Голды Погоды Большие Сыграет А менюры Очень Сильно Помогут И Он Нанесет Дэмэджи По двум Героям Очень Много Я Как Корт Конечно С тобой Не Соглашусь Это Нормально Да Скорее Всего Там Течиса Убили Просто Под Крепами Возможно Ты Просто Не Жмешь Райт Клик Враж Свой Героя Типа И Она Не Убивает Тебя Так Маларин Здесь Вообще Надо Кидать А тут Марс Марс Отлично Приснулся Heaven Да Все Таки Спускает Маларина Сбивает Может Это Есть Еще Нет Даже Или Нет Да Дабл Килл Депрест Кит Отличный Батя Он Че Завидел Бочку Да Отлично Все Сделал Боттл Наверное Ему Летит Как Раз Сейчас Выпит Боттл Или Нет Идет До База Тоже Ремина Тастая Да Вернется Ну В дефолт Награн Драгонайте Птс Пушит Вышку Будет Фармить Даггер Себе Еще Минуты 12 Не пойдет Нажимать Особо Здесь Еще Не Чуть Сверхстест Не Можно Попытаться Там Убивать Под Бэтрайдером Первым Как Миньера Опять же Много То есть Вопрос Там Миньера Супер Много Что Здесь Линия Распустит Кстати Опасно Нагряет Сейчас Кирилл Просто Это Круто То есть Он пошел Просто Говорит Все Нормально Я бью Крипов Я Кэрри Взял Шестой Сандер Развалил Это Было Круто Ну Это Очень Крепко В секунду Принятое Решение Нападение На Фантом Увидел Что Ему 10 Я Задумался Пока Ты Понимаешь Насколько Это Нандонный Прокаст И Можно Продолжать Минами Вообще Без Кудауна Да Субман Не Стоит Так Фантом Показка В лесах Прячется 19 Игр Соро Все Самый Плохой Ну Да Я Видел Хуже Я Вчера Примерно Он Выиграл Принк Рада На Лиде 30 Присо 40 Было Два Раза Раза Выиграл Слишком Хорош 9 Очень Хорошо Как То Паре 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 Забе Деф Дукату Хотя Кажалось Дефолт Против ДК Тяжело То есть Подошла И тут же Стан Бо Бочка Все дела Виде Опять Малин Бакует А не Перебаковал Литые Перебаковал Наверное Отправляются Не знаю Фидит Опять Депресто Немножко Не Опять Снова Опять же Смотрю На Нетвор Слева Да Обыд Рухи Ситуация Могла Быть Сильно Лучше Учитывая Соло Фраг Четыре Стал Проигрывает Но При этом Все Посмотри Где Фантомка И насколько У нее Все плохо Самое главное Что у нее нет Очевидного БФ И очевидно Лес На фарме Сейчас Хорошо И Фантомка Это Не ТБ Который Шел В лес И Там Будет Фармить Которого Седьмой Уровень Четвертая Мета Иллюзия И все Он пошел Ему Обще Неважно Последний раз Масси Матч Немига Состоялся 29 июля В 15 Турнир Есл Немига Уступила Команде 2.0 Они Официальную Игру Играли Реально Больше Месяца Ничего себе Что же Не делать Все это Время Наверное Готовились Наверное Ну То есть Они К минимум Небольшие Изменения Сделали Наверное Что наигрывали Да Слушай Короче Тб Ну Фантом Кичина Срочно Как-то Получить Либо Линию Либо Хотя Часой Взять Слушай Стаки Сделать Что Под бф Хотя Бэк Там Бэтрайдер Да Лассо Дает У него Много Героев На Миньор Продлевает Хватит Дэмж Хватает Дэмж Отличный Выход От Хеллск Мал Рин Дэмж Можно Пожечь Напалм Немножко Ну Или Хотя Бэтю Не Отбить Вообще Супер Душно Да Вот То есть В лассо Ты В Диземли Влетает Миньор Сайленс И Ну И Че Делать Ничего Не Сделать Сайлендж Очень Долгий И Эмбер Умер Несмотря На То Что У него Был Щит Макшин Четыре Который Абсорбит Довольно Много Магического Дэмэджа И Это Миньор Не Шестой Лагеря Вот Опять Прошлая Игра 10 Там На 0 Здесь Сейчас Мы Видим Вот Лагеря Сейчас 7 На 1 Миньор Кстати Очень Круто Делает Эти Мувы С Стаками Тем Что Он Самых Если Что Может Забирать На Шестом Персонаж Который Вообще Не Парится Вот Для Бетика Сейчас Тривола У него Есть Сейчас Зафармит Пачку Иншей Сходит Возможно До базы Апнуть Девятый Левел И Я бы Барабаны Ему Еще Взял В этой Игре То есть Мне кажется Лишняя Скорость Лишней Не Будет А Знаешь Очень Ждновато Получается Тривола Дорогие А тебе Бхб Нужно Ты Трачу Полторы Тысячи На Суббет Ошибается Тут Стрел Кома Оказалась На Фантом Ошибается Ли Слушай Там Первые Фисты Долго Кулдаун Тут Джук Суббет Еще Вторые Фисты Не хватит Дэмэджа Кстати Он Под Амором Но Срутами Хватает Тут Подходит Течис По всем Просто Врывается Отличный Ультавую Поставил Одну Вторую Здорово Взорвал Привет Марси Кома 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 Чен Блочит Чего сякое Микро Показывает SoBet Мисс И Умирает Перебаковали Немножко Ну не знаю Фантомка Немножко Заигралась Ей вообще Нет value Здесь Нельзя Умирать ТБ ТБ Он приходит Он очень полезен Для себя Для команды Фантомка Хорошо Напала Вначале Но дальше Наверное Не стоило Уже Ити А он Не может Уйти У него Нет Левела У него Нет Блинка Макс Он Закомитился Они же убили Кого Вначале Или нет Он Ворвался Когда уже Был мертв Чен То есть Только Бэтрайдера И это Вообще Того не стоит Сейчас Возможно ДК Нападение Происходит Не знаю Если на него Демидж Опять Течис Врывается Просто Слушай Хеллскрим Хеллскрим Ну Это Прямо Этот Это Супер Мув От Бэтрайдера Который Нафейд Депресс Киды Чтобы Он Сейчас Отдавал Стрики Допрыгивает Миньер С того Двора И ты Не можешь Чуть Саль Сделать 5 Длится Да Как это Ваще Получилось Давай Смотрим Просто Они просто Ворвались В Азию Я считаю Что Не надо Врываться Под ДК Под Фрост Армором Да Под Мету Этого ТБ В общем Понятно Я про то Что Вот Смотри Сейчас Таймер 12-30 Через 2-30 Он еще Берет Шарт 6 Секунд На этом Можно 7 Максимальный А стан Сколько Длится Полторы Наверное Секунд 2 Один Секунд Я не прав Было Близко Слушай Вообще Что это За прыжок Был От Хевена В ДК Когда Тут Стоит ТБ И Вышка Упала Упала Бета Стоит Не было Понимания Особенно Не Понимания Как Они Хотят Воевать Против Миньера Шестого Сейчас Они Смотри Сейчас Вдвоем Смог Заходит ДК Дает Стан Миньер Убивает Да Давай Посмотрим 5000 Уже Немига Ведет В этой игре Фантомку Они сейчас Находят В любом Месте Они идут В правильное Направление Не знаю Фантомка Если будет То здесь И они Сейчас Подождут Она Реально Появится Не спешите Вот он А он Хорош Чувствует Чувствует Сейчас Его увидят Вот Видит Прыжок Нет Не увидел Не увидел Увидел Но не посмотрел Не заметил Скажем так Вот Не расплетали Сейчас Смог Ответ НДК Надо бы Паводку Отчитать В итоге Сейчас Здесь Видит Ну типа Они нажали Смог На вардах НДК Не реагирует Еще Он что Батя Этой игры Или что Что это Вообще Я не знаю Как это Я не понял Слушай Ты говорил Что Вазя 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 Он не Вазя Да Вазя Либо Хайлайт Хороший Либо Хайлайт Плохой Помни что Мне говорил Было Так Да Вот Это Как раз Тот Самый Штур Я Говорил Словами Что Типа Как Это Вообще Происходит Почему Он Остался До Конца Зная Что Они Нажали Смоук На Его Вижене И Потом Вот Так Вот Свалил От Них Вообще Жесть Понятно Очень На Вообще Отсюда Мне Кажется Ваня Должен Бежать Тычку Просто Привел На Пашу А Паша Не Имеет Твою Мобильность Которая Есть Так Не Попадает Задувочка Или Попадает Она Плохо Вкачана Не Совсем Понял Да Попал Видимо Первый Или Второй Рыжи Прокачки И Шанс Здесь Получается Получается Для Немиди Шар Шар Миньер Очень Жду Через 20 секунд До покупки Потенциальный ДК пока слабо Дамажит Смотри на Виверну Да 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 Красота Причем это Однамина Сколько там 600 Она что ли Дамажит Одна Не знаю Я не знаю Сколько она Просто убивает Драка Начинается Зарошана Продолжается ДК пока Нет Дамажа А у Миньера Есть Миньера Есть Но Мана У Миньера Не особо Много Вот сейчас Ставит Одну Мину Не успевает Взорваться К сожалению Или к счастью Она останется То есть она все равно Рабочая То есть ТБ справился Марси убили ДП ульт нажала В молоко То есть Вышку мы при этом Сможем здесь И не задефать Так Вась Вась Я не знаю Что скрип пошел Сюда Не докинул Не попал Но наверное Паша могут Попробовать съесть Виверна догорает От просто стака Напалма Рандомного Залетающего Семь тысяч На пятнадцатый Уже Как будто Шансов мало У команды Пари-парня Тут Течис конечно Отлично Разыграл Своего героя Пятый Пятнадцатый Минут Не знаю Посмотри До первой Ошибки ТБ На самом деле Потому что Если фантомка Она берет Она Она что-то может Пока Да Вы можете Получить бонус Сто процент На первый депозит От наших Партнеров Бэтбум Ждите Жмите на баннер По трансляции Участвуйте Во всех их акциях Получайте Удовольствие Самое главное Ну вот И возвращается К фантомке После этого То что она До сих пор Без бф Да Завтра с птшкой Птбф Это стандартный Помнишь там Мантимаги С прощите Пятнадцать минут Это вот Средний таймер То есть Ты хочешь Даже раньше Здесь уже Семнадцатый У него Всего этого А ему Тысяча Ему Нужен левел Ему Нужны шмотки И у него Уже начинает Падать Рошан Падать Вышки И минер Купил шарт Минер В этой игре Может раз пять Ошибиться Он уже взял Эгу И уже две ошибки Знаешь Это Кокаунт Только растет Сейчас Три соски Купит Да То есть Появится Клядоскаде И там Три соски Ты сказал Ну да Ну типа Я не помню С кого это пошло Типа Ультима Это арбай Это Тип соска Понял То ли Ладвашири Пришли То ли Еще чего Соска Так соска Да А потом Он хочет МКБ Покупать Чтоб Не давать Фантомки Вообще Даже шансы Да Она пофайтится Уважай Смотри Вот чем Должен Начинать Работать Он Отправляется Деф Центр Ну типа Вышку От Эмбера Но здесь Забираем Т2 Это снова 18 Т2 Они снова Ломают Т2 Под этот Тайминг Снова Сейчас Можно Тепается Мы уже Не раз Видели На этом Турнире Ошибки По поводу Дефа Вот этой Т2 В боте Сейчас Не знаю А тут Проблемы А он нажал Уже лосо А почему Ты Не знаю Пашок Решил просто Умереть Не совсем Понял Этого эпизода На него Нажали же И лосо И стан Тут команда Почему-то Не помогает Они все Умрут А Вот сейчас Жмёт Тепаут Выживает Но он Батя Игры Тоже Но съели Т2 Очевидно За это время Очевидно Забрали Аванпост Тб Очевидно Тут съед И у него Все очень Хорошо Кстати Там Фантомку Сейчас ДК Восемнадцатая Минута Там Владмир Кстати В рейспак Тоже Ломать Только Марс Нормально Может ДП Не хочет Вообще Не хочет Вверна В теории Может Наверное Но все равно То есть У тебя Есть Мув В том Что Четыре тысячи Очень тяжело Дать Вот Любому герою Кроме Марс Четыре Не пять Может Пять Какая разница На самом деле Главное Что у тебя Нет героя Который Хотел Этим Заниматься Так Нападение На Васю У него Скилы Ну Минер Пора прыгать Вот сейчас Та Щена Жми Жми Так ТБ Подходит С ДД Убивает Свою тиммейт К сожалению С ДД Что-то Все не прыгает Боится Ну знаешь Эмбер Все-таки Довольно Легко Может Задоджить Фистами Да Эмбер Там Виверна Видишь Тоже Бат Ждал С ультом До конца Типа Если ты Впрыгиваешь Время Ультимейт Тебя вроде Просто переагривает И ты не долетаешь А Малрин Уже с ультимейтом Кстати Под Аркан Руной Нажимал в топе Дает ему Чейн А вот Пашка Может Хорошо Паша Сайлис Откидывает Ай-яй-яй Тут Три Хватит Хватит Одну мину По-моему Виверну Уничтожила Поэтому Не хватило Какая разница В трех ударах Кирилыч Бывает Вверну И готов Как гранд Пушить Не будет Глифом Глиф нажимали Да Но он обновляется Он не обновляется Он обновится После не нажимали Вот Зеленый свет Они не нажимали Надо нажимать Потому что У нас на 3 обновится Да-да-да Все правильно Ну Можно отойти В принципе Докончилось Фантомка Истолком Уже Баттлфури Себе несет Или уже Наверное С ним Уже с ним Но все равно Камик такое Что у них Супер отставание 9000 У них съедены Чуть 5 внешних таборов Остался последний Сверху Ну да-да-да Но Чен Ну наверное уже нет Потому что БФ Но идея в том Что очень тяжело Будет воевать Потому что тебе надо Ворваться Убить кучу плотных героев Да ТБ Там вообще Фулл стат А там уже Владик Будет в райспак То есть больше армора Меньше демеджи По тебе наносится Ульта Чена Мека То есть не хватит Демеджи просто Вообще никак Не хватит демеджи Я вот тебе жду Какую-нибудь игру Где будет какая-нибудь Спектра Под Ченом И он соберет Аганим И шедоу демон Который накинет На спектру Еще обилку Вот эту Спектра просто Одна пяти героев Убьет Да-да-да То есть Ты сидишь У тебя раз в 8 секунд Хендевый гад Загонил Слученно Залетает 16 тысяч Хилл демеджи У бутрайдера Очень много Ну посмотри на Меньера В плане демеджи Как саппорт Так Нападение на Марсе Мне показалось Что они хотят забайтить Но нет Просто Марсе фидят Тут вся команда Просто была Причем очень дешево Загорает Здорово парни Чем кончится Фантом Они очень круто Все разломали Но к сожалению Стан К сожалению Безмолвие Ты все равно Просто не можешь драться Слушай Тут ульта Ты мерч на в течес Удастся ли его забрать Нет не удается Потому что в дизарме Крипы как я понял Или что Хотя бы вражеские Хотя бы вражеские Дизарм не уверен Потому что у него нет Агонима Но он не дамажился А что второй спелл делает Не дизарм раздает Вроде не сразу Можно глянуть Длительный Бессилие Весилие Дизарм Да Но у него Чтобы он сработал Нужно чтобы у тебя Там 6 секунд прошли Потом вроде как Под конец Ветерскурсы Ну вот смотри Он просто не дамажился Да Здесь очень четко Потрейм конечно Стан Вообще Я значит Я теперь тоже Миньоренжуэр Я смотрю на это Это очень круто выглядит Вот видишь Сейчас он Сядь Позависал Вот да И вот сейчас Идет Весилие Вивер не бьет Вот Вивер не бьет А крипы не бьют Вот свои точно Все Даже сейчас бьют Да ладно Может быть Ну неважно Все равно он выжил А ну типа У тебя на двоих хипов В любом случае Не работает А билка Какой бы она ни была Ну хороший файт Ты 3 в 0 3 в 0 Да 19,7 13 тысяч перевеса Очень все плотно Утб Я не знаю То есть вот у него До покупки Слота Ну то есть Базилю продать И вообще будет кайф Две соски есть уже Осталось 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 добрать Да 6 соточек Да и будет Скади У Эмбера что Эмбер по идее Фаземолнии да Так важный вопрос Вот потом взял Такой слот Может мне на дагерочек Это работает Нейтральный Какой слот Она взяла На сплит этот Выстрел Не вряд Не думаю Просто очень Три рожа вылетает Да не может быть Да Было бы хайпово Было бы хайпово Ну нет В куда он не уходит Да я тоже смотрю Ну просто такой слот Я думаю Неужели вот у них На 2 тира шмоток Длинно действия Типа нет ничего лучше Ну а нормальная шмотка На 18 дамедж дает 160 хп Ну типа 8 статов Это приятно Типа да Наверное Не знаю Хорошая шмотка По оверл По статам Дамеджу Вазе тут Находит Хевана Хеван Кстати по билду Бигнума играет Физы бкбшка Ну ладно Я так говорю По билду Бигнума Наверное много кто так играет Просто мы видим Бигнума разваливает Да 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 Здесь не разваливает К сожалению Напоминаю что это лузера На самом деле Ой 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 Супер энджойер Да я супер энджойер Просто взял взорвал его И ты понимаешь что на самом деле Вот он потом купит Секаю И Этериал Да Так меня в паблике взрывали А потом и гадим еще Не добираешься Слушай а вот вопрос Почему так мало Течства Я не знаю Я вот говорю Это вот вопрос Которого у меня нет В этом что Минер до реворка Он был даже сильнее Типа Но менее душным На линии А сейчас он прям Супер хорош И он простой Довольный С него очень сложно сделать Да да Даже я справляюсь Да 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 То есть Кто показывал минера вообще Я помню Астрал как будто играл Заяц Ну Заяц понятно Да Заяц Не ну здесь видишь Нападение А не хватит демо Холлскрима 12 игр И Мерчин хочет точно нажать ульту Есть у него байбэк Байбэк имеется Да Инстажмет Да Но база горит Причем минер На самом деле Вот типа Ну он сейчас не тратит Но ты гипотетически Можешь еще гетаминировать Все таки ультовыми минами Ну Хагграунды Подходы А сколько там Призаряда Да 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 А они обновляются Со временем Со временем Да да То есть у тебя не просто три Которые должны быть в мире Все я понял Ты вот сейчас их поставил у Рошана И у тебя в колдан они пошли Да и ты можешь прийти Поставить еще три Там ограничение только на то Что у тебя не В определенном рейнже Вокруг тебя Не должно быть такой же мины То есть грубо говоря Поставил на ультовую Кружочек Который ты не можешь поставить Еще один на ультовую Понял Так смотри Тут Такой смог Последний надезд Как будто Венчинно плохо Врываться Хеллскрим Напал в Эмбера Хватит демджа Убить почти хватает Выкидывает его Марси В последний момент Тут ДБ подходит Долл должен наживать Нет Плохо ГГ написали ГГ все Хеллскрим соло Короче нужна статистика Если мы можем еще успеть Вывести По которой он падает По нанесенному урону Мне кажется Миньер там уже должен Да Он обогнал ДК 15 тысяч топ-2 В игре Очень круто Отыграл Я да Я теперь Ну слушай Прогнозы сбылись Которые бы здесь Получается После 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 пиков Да Пока 2 из 2 Ну 4 из 4 4 из 4 Да Ну что Хорошая Хорошая серия Получилась Уверенные Да Ну так Ну давай Значит пара важных анонсов Первое Это что Это были опять же Лузера И пари парни Уезжают Без интернешнл Без интернешнл Остается Да Доживают его Будут смотреть интернешнл Из дома Ну либо 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 Как обычно Знаешь Да То есть Как обычно Квала Когда кончаются Кого-то зовут Периодически В прошлом году Там Соло Артстайл Лил И так далее То есть куча народу Поехал на ИН То есть возможно Кого-то Первого словно Павла Пригласят И Посмотрят На интернешнл Место проведения Но Как команда Они туда не поедут Как команда Да Они не справились В этом году То есть все шло по плану Как они сказали В интервью вчера Сегодня видимо тоже То есть План План четкий Да Мне нравится Немига порадовали Очень крутые решения Знаешь Типа не побоялись Взять этого минера То есть не самый Дефолтный герой Хорошо с ним сыграли Хорошо исполнили То есть успели За этот месяц Сколько получается Сегодня третье число Четвертое Я думаю четвертое Четвертое Да окей Ну и грубо говоря Четыре плюс тридцать один Плюс два Четыре плюс тридцать один Тридцать семь Вот примерно тридцать семь Не они не играли Не играли публично Публично Они готовились И видим что Хорошо Подготовка налицо То есть Это не как вчера Некоторые команды там пикали Лишь бы что-то взять Здесь видно Зачем берется какой герой Ну да То есть вторая стадия В виде третьего героя Инста ТБ Плюс минер Плюс минер Как бы кайф То есть все Ты сидишь Самое главное Самое главное Это та команда Которая ФП Чен Которая добирает бэтрайдеров Каждый драфт У них больше одного игрока Потому что герои Свитчатся легко Они супер молодцы И с наверное приятного Надо чуть про парней Тоже сказать Это Павел на бесте Павел старался Павел супер на бесте Он и вчера очень старался В серии против аутсайдеров Не знаю Ну старался Он был супер хорош По остальным Мне кажется У них главная проблема Что они играть-то могут Просто нечем То есть драфты Главная проблема Это драфты Видимо нужен тренер А у них нету Я не знаю Я не знаю Ну если есть То нужен тренер Это на уровне Типа фнг То есть Возможного Как говорится Он там типа есть И про это пишет Валфы Сами они не говорят То есть здесь Возможно кто-то есть Так здесь Но я что-то не помню Здесь по-моему Хайлайд мы сейчас видим По-моему ничем Это не кончится Ну паша Сделает тп Его забьют на него Да То есть марс Идет в центр В итоге Ну вот опять же То есть Вот субет Вот чен У него пятый левел У него мека То есть Все Ты сидишь У тебя и так урона нет Надо еще меку пробить Надо еще его ульту пробить Супер душный минер При этом у тебя Супер душный У тебя дк Ну вот здесь видно Что и сапы И видят Пытались у парней играть Делать вот этот дефолт Да сейчас в миде уже Ну уже давно Там с пятой шестой минуты Уже все тусуются Да-да-да Сидеть контролит руны Вот эти поварапы Все очень Понятно То есть ребята Играют матчмейкинг Понимают как играть в целом Но действительно Не хватает им какой-то Какой-то целости Ну что вот Врывается просто Один саппорт Убивает себе Одного Второго Третьего Сили Это очень круто Ну это шесть за жесть Вообще Очень круто Да Ну что Здесь Ну здесь На самом деле Здесь Вася Зарофлил Он Просто Посмотри Что делал Просто ушел Трое Где он Ну типа Он подумал Что баттера Или справиться Да-да-да-да Я понимаю Да Он просто Решил заставить Тут сейчас Супер момент Потому что Вася Жил супер долго Жил до конца Гавая Минер Типа Не надо врываться На там вверх Надо вросся На там вверх И все-таки Ульту Да Доедает Тб Кстати Сдд А сейчас Тб Просто пришел Как главный босс И просто Всех убьет Здесь Ты кстати Вдумайся Это игра В которой У тебя Фантомка Она как бы Существовала Но он Ни разу То есть Не сыграл Вот 20 Формил лес На струну Упал Ну да Но он пытался Знать В миде На самом деле Кома Прошлую серию Очень хорошо Играл То есть На вивере Он сделал Ровно Одну ошибку За игру В игре Где он Не мог себе Позволить Для одной ошибки И но Почти 50 минут Он играл Прошлую Прошлую Гру Без ошибок Не знаю Ну Поэтому Мы искали Что главная Проблема Все-таки Это В моем понимании Это драфт Да Когда Ты не хочешь Быть В ситуации Где ты Не можешь Ошибаться Да Конечно Намного Приятнее Играть Когда ты Можешь Здесь Там Умер Там Игра Продолжается Как Солочь Помнишь Старые Рофлы Сходят Или Флай Который Который 20 раз За игру Погиб И ты Сидишь И понимаешь Что Это Не те Смерть Которые Повлияют Плохо На Игру Потому Что Он По Спейс У них Есть Опция Команда Что-то Делает Тут Нет Опции Каждая Смерть Это Минус Вышка Сразу Минус Минус Если бы играли Еще минут 7 Подлилось Там Было бы 40 То есть Опять же Они Две игры Подряд Руны Богатства Все Отдают И Очень Много Денег С этого Теряют Они Две Игры Подряд Дают Фул Преимущество По Сносу Вышек То есть Именно Играют Всегда От своей Половины Все Хайлайты Знаешь Откуда Это Есть Такое Мнение Мне Кажется Все Это От Мидера У них Потом Легче Взять Руны Легче Снести Вышку Это Все Из-за Того Что У парней Был Чуть Слабее Матчап В миде Причем Смотри Вдумайся Первая игра Появляется Бэтрайдер В начале И они Взяв Эмбера Убирают Хускар Убирают Лину И т.д. И т.п. Это вазит Он в уфлини Пойдет И они вообще Не знали Что Малорин 30 Да И разберет Более подробно Всю эту игру Наш Доблестный Аналитик Мистер Заяц Да Стоит поговорить Хотя Опять же Карта была Довольно Односторонней Образно говоря И давайте Мы перейдем Непосредственно К игровым моментам Все-таки Отметим Довольно Странные Решения От соперника Коллектива Немига Что происходило У нас даже На первых минутах Вот тот самый Выход за Соубедом За Т1 И стоит Посмотреть Как долго Живет Здесь у нас Чен То есть Все его тиммейты Находятся по своим делам То есть У нас ДК Еще Лижнюю линию Фармит ТБ Находится в топе Играет против ДП Они все Поучаствуют В последующем файте Прилетая на Т2 И прилетая Естественно На Т1 Чен Живет здесь На протяжении Не знаю Секунд 10 За ним бегает При том Что его тиммейт Как будто бы Чувствуя Что ничем хорошим Это не закончится Еще в самом начале Разворачивается Естественно У Эмбера Есть возможность Уйти на Ремн Но по итогу Именно ПА здесь Как раз таки Погибнет в погоне За этим самым Ченом Драка в принципе Будет в размен Но теряя коры Естественно Пари парни Страдают чуточку больше Еще одна ситуация Со смелостью Естественно И прекрасной игрой Того самого Течиса Про которого много говорили Наши комментаторы И насколько Во всей этой ситуации ТБ плевать На все что происходит Вокруг него Он изначально Пока его тиммейты Начинают драку Добивает Т2 Пока уже тиммейты Естественно Несутся И понимают Что будут ловить Пашу Под хайграунд После этого Также в лоб Поднимается на хайграунд И мы в целом Видим что по нетворсам ТБ уже сейчас Но не остановить ПА не сможет Его нагнать И он может просто идти И делать все Что его душе угодно Потому что команда Как обсуждали наши комментаторы Еще на стадии драфтов Могут играть 4 плюс 1 На ТБ Все великолепно Очередное странное решение На котором мы в принципе И закончим небольшую аналитику Потому что и карта Была не самой продолжительной Это врыв Под марс Которая только что Здесь погибает Дальше пытаются Быстро дофокусить ДК И тут начинается Какая-то паника От парней Потому что врывается Течис Да у всех тут Ситуация непростая По итогу ПА ни одной тычки Не делает Пытается уйти Все кнопки У соперника есть Ее сбривают У Эмбера Ситуация будет Чуточку поинтереснее Пока все находятся Под сайленцем Да кнопки не нажать Спасибо Течису Но что происходит дальше У нас в интервью верно Не наносят там Одного удара по вазе Точно так же У нас ни одного удара Не сделает ПА Который погибает В этой точке И ДК уходит врез За ним гонится Эмбер Цель ясна Все нужно сделать Буквально тут Два удара По этому ДК ХП у тебя достаточно Противников рядом нет При том что кнопки Отдали У Бэтрайдера Уже нет ультимейта Соответственно Эмбер У нас обо всем Об этом знает Но он не дает Последнюю тычку И после распрыжки Просто уходит на ремнант На свою Бывшую Скажем так Тройку Такое ощущение Что ребята уже просто Потерялись По своим файтам Ну и естественно Винтри и Верни Здесь никак не выжить То что ДК не смогли забрать Потратив все свои Возможные ресурсы На 21 минуте При том что драка Проходила по инициативе Паре парней Это конечно же все Очень и очень печально Не знаю Мне показалось Что опять же Вся эта карта У нас была В одну калитку От одной команды Мы просто ждали Пока все закончится То есть Какие-то ошибки ТБ Сложно отметить здесь В принципе всегда Команда прикрывала Ты можешь его наоборот Похвалить Потому что был момент Под шестой уровень ТБ Когда просто идет нападение Он такой Все я понял Пошел раз крипа Два крипа Три крипа добил Взял шестой Долсан и рубил Да в том то и дело Когда они на первых там Минутах заходили за Т1 На вражескую Вот эту вот двойку нынешнюю И при том что Все остальные герои Такие сидят и думают А у нас все прекрасно На своих линиях Мы не будем помогать Ни Марсе Ни ДП Которым просто Они в панике Они знают что делать У них противник Под Т2 уже начинает Их бить на шестой минуте И варс сломали вначале Там ФТБ ФБ сделал Убил ДП Ребят я вам скажу Что это нормально Ничего страшного Если ТБ под формой И Чен тебе давит Ну да Ничего критичного Плохо что вы их отдали Ну да Это естественно Потому что вторая мета Ты получил четвертый лейл Чен получил еще крипов Ну это нормально То что слабые герои Будут давить Ну как ДП Да здесь нет каких-то откровений Безусловно Просто сам факт того Что об этом Обо всем говорилось Еще на стадии драфта И хочется Что паре парней Все-таки это тоже Как-то анализировали И вводили в свои драфты В дальнейшем В следующем году Может проанализировать В следующем сезоне Ну у нас Как я понимаю Сейчас уже будет Пауза И в ожидании Следующего матча Или интервью А интервью Еще даже будет Все Ну тогда интервью Все отлично Мы готовы У нас кстати Знаешь что придет Кто Малрин Да Это тот парень Который взял просто Тридцатого левела На двух героев А потом Тридцатого левела Тридцатого левела Малрин Здравствуй Слышишь ли вы нас? Здравствуйте парни Я Стосян И мы тебя тоже Слышим И мы тебя тоже слышим Ну расскажи Какие эмоции После первого раунда Как вообще Готовились К сопернику Меня слышно Да 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 Вообще никаких Никаких эмоций В принципе Я всегда волнусь Перед официальными матчами Но После первой На халиф И вторая Прошла Там Нечего было Даже играть И люди Банят Какую-то эндигму Понятно зачем Они абсолютно не готовились С графом Поэтому Ничего интересного Не было Слушай А вот вы Не играли официальные матчи Там Чуть ли не с июля Да Они могли вообще К вам подготовиться То есть Вы с кем кв шились Они понимали Вообще Примерно чем вы играете Ну У нас много было Вариантов кв Даже порой У нас было Не было кв День два Три Или по два кв Кто-то отменял В общем Мы стали полностью Избегать СНГ Оно Опасно Когда Информация Разлетается Кто чем играет Мы в принципе Играли Которые Которые Наверное Ну То есть Вы все грамотно сделали Потому что Чем играет парни Наверное Не сложно было найти В интернете Да Вот А на вас получается Никакой информации Не было И поэтому Вы уверенно Выиграли драфты Оба раза Если я все правильно понял Ну Они могли подготовиться Конечно Хотя бы Как-то понятие Не знаю Почему Они чечен отдают По-моему Сейчас абсолютно Любая команда Может чеченом играть Это абсурд Кроем парней Насколько мы знаем Они же потеряли Они потеряли Роджера И потеряли Чена Скажи Смотри Вот первая игра Вы берете Бэтрайдера Мы такие Ну типа Вазя вроде играет И они как раз таки Взяв Эмбера Банят Кускара Банят Лину И так далее Мы такие Ну потому что Вазя тройка А во второй игре Они делают то же самое Добирают Эмберу И ты берешь Бэтрайдера То есть Они вообще что ли Не знали Что у тебя 30 уровень Все Они абсолютно знают Просто Я даже не знаю Как Вам не кажется Что им логичнее В первой игре Они просто Отдают всех Сигнатурных героев Ну да Это странно Вообще Почему они рейтили Вот этого Во второй не знаю Рейтили Эмбера В Версус Бэтрайдера Не знаю По-моему Не самый простой Матчап для Эмбера Ну да Это лузовый матчап В первой игре Они даже Банку не забанили Там вообще Нечего говорить Ну что Спасибо тебе большое Что пришел Ждем Видимо после следующего Раунда Удачи В дальнейших сериях Молодцы Красавцы Спасибо парни С вами был Чао Спасибо Ну что Красава Да Молодец Хорошо сыграли Хорошо Но Идея с тем Что типа играют Только против Европы Чтобы не результатовалась инфа И так далее Это очень грамотно Это вот Все циклы дипсиш Так было Вся Европа играла С СНГ Вся Европа Поэтому Порядка вещей Пытаются не раскрывать Да Карты Тема прикольная Но вот Именно супер прикольно Что они получилось Так что играли 29 июля Последнюю игру И получается Это был другой патч Вообще То есть какая разница Что там было Что было до этого Потому что все поменялось Но опять же Как мы и сказали Они молодцы Они реально Лучше понимают Эту мету Сильных героев И так далее Просто больше хотят На интернешнл Судя по всему Как это еще можно понимать Ну это как комперцы В прошлом году Которые вроде То есть Андердоги А в итоге Почти спиртов Пырыли Как кто? Империя А, как империя Да, да Было такое Все Спасибо Да, пожалуйста И вам, зрители дорогие Тоже всего хорошего На сегодняшний день Наш смен заканчивается Сейчас придет Адекват Его надо хейтить Он не очень был хорош Сегодня вечером И шачло Которого надо всеми любить И ставить сердечки Поэтому ставьте Среди знак Кше Если вы за шачло И Я не знаю Там Сетфейс Адекват Если вы против адеквата А мы скоро к вам вернемся Завтра Приходите До свидания До новых встреч С вами были InMate И адекват Хотел сказать Потому что я адекватней Чем адекват Но Донград Леха